Глава 2. Среда. Кариотиды и парки. Раиса Ивановна, гувернантка, умевшая еще накрыть плащом сказок младенца и вынести из мараморохов нашей среды, очень рано исчезла. Мне стукнуло пять. Генриета Мартыновна, анемичная, бледная, вовсе немая, молчала часами, и мне сквозь молчание проступила. Гостиная громкими спорами кариатит от науки женных, бормочущих парок. Они появили в свои изголовья кроватки. Бывало, не сплю я, а и слушаю, 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 и вылезаю в гостиную понаблюдать. Будь мать более посвящена воспитанию младенцев, она бы нашла, что сидение средь взрослых младенца есть верное средство приблизить к нему преждевременное развитие, которого так ужасалась она. Полагалось, он маленький, не понимает, а он понимал, но по-своему. То, что понимал он, опаснее было, чем понимание нумерации. Он понимал, почему у Икс прячут профессора мужа, когда в доме является красивая дама. Но кое-что оставалось невнятным. Сообразительность была. Теперь вижу, я дьявольская, память просто музей. Я стыдился своих наблюдений. Восседая на мягком ковре под ногами гостей с принесенной игрушкой, я схватывал факты, чтобы в постельке перед сном их осмыслить. Многочасовые споры о Дарвине, Геккеле, усов о Геккеле выражался прездержанно, механицизме, разыгрывались, как разыгрывались и сплетни, меня занося серой тиною. В ней было душно. Сравнений-то не было мне, я не вхож был в другую среду. Может быть, то, что слышал прекрасно, а может быть, приотвратительно, сравнивал факты с сентенциями отца о морали. Твердил он. Говорят, широко мироздание, человек же ничтожен и мал, но гордись человека названием, ты, кто мыслил, любил и страдал. И вот, сравнивая те строчки со слышимым вокруг меня, я уже знал, что у нас обстоит неказисто весьма с человека названием, что круг наш в его средней линии мертв, туп и пресен. Давило меня, нечто в нем, как бы воздух выхватывая. Теперь вижу давили, ужасная косность и статика. Осознавалось, мне не взвалить на себя этих правил, воспринимаемых тяжеловесными и неплавимыми канделябрами. Я же любил все текучее, как огонек, как водицу, как солнечный зайчик на печке, от слов иных замертво падали мухи, и замерзала вода. Начиная с кошмара, в которых являлась какая-то мне ядовитая женщина, читая профессорша, и кто-то гнался, сорвавшийся с фронтона креатида, и бухающий тяжко каменно по штатиш-чешским данным сосед Янжул, он так выговаривал, рос мне из темных углов по ночам. Как Раиса Ивановна унесла песни Уланда, Гейна и Геты, понятные сердцу, и как занемела сквозная моя Генриетта Мартыновна, Янжулом бухнула прямо в меня из гостиной. Бу-бу-бу-бу-бу-буш-та-чи-чи-чи-чи-ски-мм! Бука пришел изо рта Янжула, Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, как из бочки, ужасно, и тотчас же я закричал по ночам. Вероятнее всего, я вскричал этом пирике быта. Как это есть жизнь? Наша жизнь? Моя жизнь? А тогда как же с этим? Но гордись, человек, названием ты, кто мыслил, любил и страдал. И еще пугали слова об абелевых интегралах. Что есть интеграл? Кто есть абель? И то же, профессорша Игрик собирается, бросив мужа, бежать с богачом, умирающим Икс, чтобы он перевел состояние на ее имя. Вдова Энн, багровая толстуха и коротконожка с ужасным лицом, запылавшая страстями к профессору С, его ловит и песни ревет. Все вы, хлопцы-баламуты! Профессор С, нуль внимания, видит какие-то корни, не огородные, греческие. Лукавые З и Т, приглашая их, вместе с тем приглашают на них, чтобы полюбовались страстями пылающий Энн и корнями профессора С. Энн ревела у нас баламуты. Я думал про Эс. Баламут. Чего мучает? Ведь изревелоса. Энн. И полубред начинался. Как же так? А с другой стороны, то и дело, я слышал, мы, мы, соль земли или светочи, мы, мы, Москва, соль России, то знал от отца. В Петербурге чинуши да лоботрясы, профессора знают все. Им подай лист бумаги и дай карандаш. Жизнь мгновенно же урегулируется на листе этом в правилах высшего света. И вот они. Борьба за существование у животных, у нас, у людей, есть гуманность, прогресс. А форма ее конституция. Правительство и дурной городовой не дают конституции. В церкви поп проповедует отсталые истины, кодя угодникам, вместо которых когда-нибудь вмажутся Спенсер, Агюст Конт. Тогда жрец или поп убежит. По ступенькам воно к изображению Конта взойдет иной жрец, научный, ковалевский во фраке, неся шапо-клак. Не Евангелие, чтобы провозгласить «Конституция», певчие рявкнут тогда «Гаудеамус», который знал я уже, папа наш перевел его. Это есть тост или спич? Уверяю читателей, переворот к интеграции Спенсера так мной прочитывался. Конституция представлялась не столько мне в определенных посредствах понятий, сколь в выездах Муромцева, Ковалевского, Чупрова и Ванюкова во фраках. С какой-то трибуны сказать нечто витиеватые, что говорилось у стороженок и что говорилось Ковалевским у нас за обедом над Ростбифом. После он взял на живот меня мягкий. Ковалевский был ведь шафером матери, годы парижские связывались с отцом его. Знал еще, в крайнем случае будет не царь, президент. И тогда даже Танеев, который, понюхав махровую розу у ананасной теплицы в имении своем, проповедовал все избиение крестьянами бар и помещиков угомониться, и фрак свой надевший куда-то поедет, и что-то там скажет, так воспринимал я слова. Повторяю, основы конституционного строя и позитивистического мировоззрения восприняты были мною, как и цепкохвостая обезьяна, до мига, когда я сказал себе твердое «я-я». Я всосал это все в себя еще с карачек. На то мы, профессорский круг, чтобы младенцы у нас не так ползали, как у всех прочих, а конституционно и позитивистически. Вообразите же весь кавардак в голове моей. Удивительная предупредительность, даже под шарк перед прислугой отца, от души, и крик матери на нее. Высочайший пафос моральной фантазию отца, и все сплетни круга. Мир, где звезда за звездой срывается с неба, и чешутся хвосты у комет, наш бредихин их чешет, и где годами свалка. Морковников из столетов гоняются за Александром Павловичем Сабанеевым, и выгоняют его из какой-то там лаборатории. Он утешается, к Усовым ходит, и с Машенькою репетиторшей Усовых затворяется. Усовы ждут, предложение сделает. Вот одна картина, которая вызвала ночной кошмар мой. Другая — «Кариотида профессор, изваянный веках». И если б мне прочитали в начале бе слова, то я б поправил университет, а не слово. И после ушли слова в нем Ковалевского, Муромцева, Красавца и прочих, слова на фронтоне, где кариотиды изваяны, с кафедрами. Тяжковесно надвисли превыше всего Янжул, Ковалевский, Стороженко. Превыше их Усовский нос, прорисованный академиком Кушелевым, в центре купола храма Христа Спасителя, нос Саваофа. Я знал нос-то Усова. В Усовский нос верил я, потому что превыше всех. Усов превыше ценимый отцом, его друг, папа крестный, мой. Прелестью сиплых слов Усова я упивался. Я им восхищался. И видом, и словом, и смехом, и трубкой его, и его бородавками. И мне казалось, наружность профессора Усова так же прекрасна, как и Саваофова. Если б был он седым, то взлетело под купол лицо, все лицо, а не нос один, и раскидался пруками над всею Москвой, выше всех. Усов, Иванову колокольню поставь под тот купол, уместится. Это я знал. В храм Спасителя водили с бульвара меня. Я гулял на Пречистинском. Вот две картины. Они не увязывались в сознании. Кариатидность, каменность, неизменная косность портала жизни, все, что менялось, менялось когда-то при Александре Втором, при Александре Третьем, сплошное вовеки веков водворилось. Я это уж слышал. Но водворившиеся, обставшие, непонятно. Ни штатиштичечеческие, шведенья Янжула, ни шекспиризм староженки, мне зримые в виде каменных гирлянд, обвивающих нависнувшие над миром кариатиды, под ними багровый А.Н. все ревет баламутов своих. Результировать ставшие, навеки обставшие я не сумел. А меня уже звали. Стать там, где они все стояли, навеки веков. И профессор подмигивал. Вот погоди, брат, профессором станешь. И старый Грот прислал книгу младенцу. И надписал Б.Н. Бугаеву. Старик Буслаев кормил пастилой. На бульваре Пречистинском. И Староженко. И Склифосовский хирург. И Янжул с охотую игрывали с нами детьми. Мне бы с девочкой, с Танечкой, на руки, чтобы прямо снесли нас в редакцию русских ведомостей. Погубило же преждевременное развитие. И желание срезультировать быт этот в целом его, результировать в целом, не мог. Результировала крестная мать, Марья Ивановна Лесковская, которая принимала дань уважения Сусова, с отца и с других, представление о ней мне сложилось. Квартира ее есть, какая-то там золотая орда, куда едет профессор. Марья Ивановна Лесковская. Марья Ивановна Лесковская, урожденная в Аргина, собственный дом на Кузнецком, жена Николая Раставича Лесковского, профессора химии, о котором писал мой отец. Я его часто встречал у профессора Николая Раставича Лесковского, дом, которого был связующим звеном для многих университетских деятелей того времени. Николай Бугаев, Сергей Алексеевич Усов. Время 1860-1865 годы. Лесковский скончался давно, но жена его, Марья Ивановна, крестная мать, превратила связующее звено в железные цепи, а они на нас брецали точно тяжелые кандалы. Что-то в лице ее было якутское, скулы, монгольские, малые щелочки глазок, без веких, всегда приседавших в морщиночки приторные, в сосы темные на серомертвых щеках, сухой чертово зажавший рот, разъезжающийся в улыбку гримасу, слезливую, сентиментальную, чтобы, разъехавшись, снова щерствиться безжалостно. Жидкие, желто-зеленые, гладкие, вовсе зачесы волос под наколочку черную, малый росток, худоба, свершенный одер. Старомодные черные платья фасона древнейшего шестидесятых годов, очень узенькие нарукавчики, стягивающие кисти лапок лягушечек, очень широкая юбка, распяленная, тарахтящей крахмальную белой и с поднею юбкой гордилась, что носит такую. Марья Ивановна так говорила, «Белье, дорогая моя, коль не белое, так значит грязное, на белом же и пылинкой видна, на цветном, так все фунты грязи. Не гигиенично? У вас, дорогая моя, юбка нижняя шелковая, розовая? Так все? Нет, ж я вот в какой!» И вздерг юбок, чтобы матери протрахтеть своим жестким крахмалом в лицо, да и не только матери, отцу, Сергею Алексеевичу Усову, сыну его, Паше Усову, кому угодно. Так все? И приунелевые старомоднейшие ботинки, нарочно, чтобы ногой прямо в нос, вот какие ношу, так и все. И опять вздерг юбок. Сергей Алексеевич Усов сипел, «Она не показывала своих ног вам?» «М?» «Покажет!» «Гордится размерами, ножкой гордится». Старуху я помню с младенчества, было ей под шестьдесят уже, строгие нравы вносила, подтягивала знаменитых друзей. «Так и все, дорогая!» «Жена должна спать на одной, так и все, с мужем, да, так, постели. А вы, дорогая!» И, сморщившись медоточиво, все лапкой лягушечи подмахивала, точно высказала величайшую нежность, и глазки едва не слезились из щелочек. Дело страшно. Профессор рассопел, а жена опускала глаза. «Мне, ребенку, мой дядя!» Георгий Васильевич Бугаев глаза открыл трезво. «Зеленый одер!» «Как можешь, Жоржик, ты личность почтенную так называть!» Испугался отец. Дядю-мать прозвала дядя Йорж за колючесть. «Смысл, Марья Ивановна, мне приоткрылся. Зеленый одер!» «Здесь скажу. Зарисовывая Аполлона Аполлонча Облеухова, я взял моделью, наверное, Марью Ивановну Лесковскую, в сухости, черствости, во внешнем виде, лишь вставив другие глаза, да приставивши бачки. Отрежьте их, вставьте Якутии глазенки и в юбку оденьте сенатора, вылитая Марья Ивановна». Некоторое чудачество и черты, и нежности взял от отца. Марью Ивановну чтили ужасно. Послана железным жезлом. Церемонимейстер профессорской жизни, вернее, церемонимейстер целого отделения физико-математического факультета. «Профессора Северцев, Борзенков, Усов, Бугаев, Щегляевы, Богуславские, Сабанеевы, Волконские, сколькие дани носили. Откуда влияние это, не ведаю. Только мне культ этот связан с эту куклой якутскую. Чем не фетиш? И посла. Когда Борзенков ел у нее, подстилали под ноги клеенку ему. Он сорил ей на зеркало пола. А Усова не принимали в гостиной малиновой. Только в зеленой. Курил. В узах держала. Войдя к ней в переднюю, орбивали. От строгости, от тишины. От нас всех потрясающей чистоты. Старая прислуга, Аннушка Егоровна, палец полижет, присядет на корточки и убирает цариночки с пола. Предметы стояли в десятках лет те же и так же. Те же алебастры, та же люстра хрустальная в зале и вестник Европы, развернутый там же, в зеленой гостиной, читала его с основания, читала до смерти. И больше она не читала уже ничего из журналов. Войдя в лакированную переднюю, отогревались сперва, чтоб хозяйке в лицо не пахнуть холодком. Летом, весною, зимою поддерживалась температура на шестнадцать градусов по Риамюру. В пятнадцати или семнадцати градусах жить не могла и жила таким способом лет тридцать пять. Обогревшиеся переходили в блистающий зал. Обои белые, пол же, как зеркало, шли, боя схлопнуться, скользко. Посередине зала видели зрелище. Выход старухи навстречу, спешащей с перевальцем, и уже вмиг явлений из двери малиновой гостиной, заклепывающей рот гостю сентенцией для каждого своею, выношенной в годах, повторяемой десятилетия, коль Бугаевы одна сентенция, коль Сабанеевы тоже другая, приятнее прочих для Усовых, для Сергея Алексеевича, после же для всех сынов Алексея, Сергея и Павла Сергеевича. Так все, всегда говорю, всякий Гогенштауфен, лучший из Гогенштауфенов, так, всякий Усов, и да, лучший Усов, и так, и все. Произносилось все это скороговорку и как прибаутка, и топая каблуками Прюнелевых, нарочито простых башмаков, семенила в гостиную, переваливаясь и махая ручонкой, садясь, продолжала сентенцию новую, которая начиналась всегда. Я всегда говорила так, да, Николаю Ирасовичу, произносила Ирасовичу, не Ирасовичу, и далее под флагом беседы с Ирасовичем лет уж двадцать скончавшимся, выносила суровейшая резолюция на то или иное событие жизни, семейной, общественной, новоприбывшего гостя. Уже сплетни собраны, произведен анализ, решение вынесено, появление гостя предлог ей прочесть приговор или выдать награду. Так все, говорила всегда Николаю Ирасовичу, Николя, не покупай мне лишних предметов, необходимые, только оно украшает жизнь. Да, так, у вас, дорогая моя, новый стол, для чего, еще старый хорош. И потом сообщалось, когда они с мужем женились, умели же жить, а не на пятьдесят лишь рублей, эта жизнь длилась с год, может быть, а потом притекло состояние, богатое к ней, урожденная варгина, и забывалась, жила таким способом при состоянии десятки лет. Как разносила она, когда жаловались. Трудно жить мне на жалование, Марья Ивановна. Правила стоицизма и диогеновой бочки напоминались сурово ей. Ведь вот жила же она, пусть другие живут, так и все. Иногда ж выбирала она бедняков фавориты за скромность, безропотность, их усадив пред собой в мягком кресле, перед ними точила слезу и платком отирала свои покрасневшие глазки. Бедная моя, так и все, так мне жалко, глядеть не могу я на вас. Одна барышня, получающая лишь тридцать рублей, пред которой точились слезы, порой вызывалась пред Марьей Ивановной сидеть перед ней и глядеть, как точились слезы. Ходила, ходила, и вдруг возмутилась. Опять усадила и плакала Марья Ивановна, просто не знаешь, куда одеваться. Ну, а помогла она барышне по человечеству, а не для ради благотворительности никогда. Занималась она иною благотворительностью, благотворила профессорам, совершая периодически оберполицмейстерские объезды квартир, в результате которых роптали профессорши. Мать моя плакала, профессорам же кождение, лучшие все ггенштауфины. Одна умная дама доказывала, что Марья Ивановна неравнодушна весьма к ее мужу, и глазки слезливые строит, и ножки прюнелевые показывает под предлогом своей аскетичной пропаганды простых башмаков и простых белых юбок. Конечно, шнифлирт, платоническая сердечность и чистая дружба, но требовала культа дружбы, и тут проявляла ревнивость. Она добивалась горячей конфиденциальности, чтобы профессор, идя на свидание, с ней запевал про себя «Сияй же, указывай путь, веди к недоступному счастью того, кто надежды не знал, и сердце утонет в восторге, приведи тебя». На протяжении лет двадцати пяти приезжала два раза в год, тринадцатого октября, накануне рождения крестника с книгой, подарок, и шестого декабря, в день именин отца, отобедать. Отец бывал часто у ней. Приезжала она в черном платье, а дома ходила она в сером платье, которое лучше, похуже, она берегла для гостей. «Дорогая моя, всюду пыль, так и все, как приеду домой, это платье». Платье вздергивалось «Долой, чтоб полы свои не запылить». «У меня дорогая два платья всего, вы опять заказали себе выездное, так все непосредством живете, жила же я». И рассказывала житье пятьдесят рублей в месяц. Полагалось бывать у нее на Рождестве и на Пасхе, лишь избранные удостаивались получить приглашение на именины ее отобедать, в тот день и в столовой и в зале к стене придвигались сукном перетянутые доски, чтобы профессор, коснувшись стенки, не измаслил ее головы. Удивлялся покорности профессоров все сносящих. Тому подстилалась клеенка, неряха, тот грязный, тот не допускается в малиновую гостиную, к нему появляются в платье, которое обречено подметать ссор квартиры, не перечисляю всех оскорбительностей, подносимых ей с ласковым видом. Сносилось и все, потому что блюла. Что блюла? Пресловутый девиз, как у всех в нашем круге, и разводила безжалостное лицемерие морали, слегка подслащенной, как оболочка пилюли касторки. А коли под флером приличи пылали багровые страсти, н, или изменяли друг другу, то делался вид ничего-то и нет, лишь была бы личина. Так все, говорил я Николаю Иерасовичу. Но она полагала себя дарохранительницей, охраняла компендиум высшей культуры и кокетничала нелюбовью к попам и к дурному городовому ее охранявшему, читала вестник Европы и была вестник Европы насквозь, то есть по Стасюлевичу мыслила да перечитывала тома Соловьева историка, перечтет и снова читает том первый, второй. Ни одной живой мысли, лишь старческие слащавые дрянности, вроде капсюли касторовой, мать моя попочитает ее и расплачется. Раз даже вынужден был Лесковской заметить отец, вы бы Мария Ивановна Александру Дмитриевну в покое оставили б. Боже, что было! Летали письма трагически, были объяснения сердечнейшие, тон травиатый звучал в них. Будь уваженнее и расточаемое вполне искренним. Нет, смеялись над нею, а вы, ей носившие Дани, ее жгла сарказмами, но за спиною, все же ездили к ней на поклон и внушили мне, крестная мать есть понятие священное. Все же горжусь, что я выросши срезал ее и традицию стильных поклонов нарушил, мать дань ей возила до смерти фетиш. Ее чтили. Надо было насквозь перед левшему быту держаться, уже внутри не было кумиров, традиции под шумок обходились, и только фетиш мог извне их поддерживать. Так перерождался быт славный в культ древний, в культ применелевого башмака из-под юбки крахмальной грозящего. Я потому останавливаюсь на Лесковской, что мне она первое знакомство с богатой буржуазией. Среди профессоров она виделась мне двуединой, профессоршей и миллионершей, и первое слово богачка связывалось со словом мне Марья Ивановна. В ней примешивались с кужимком профессорши чуждые малознакомые ноты. У нее фабрикант и сенатор Нечаев Мальцев сидел. Я позднее обобщение свойств ей присущих открыл в символическом образе железной пяты. Детское знакомство с питою той, знакомство с сухою питою Лесковской, одеты в прюнелевую ботинку, и когда она высовывала из-под юбок пяту ту, кидала меня в смутный страх в отвращении. Железная пита — название социального романа Джека Лондона, ставшее обозначением промышленных верхов в буржуазном обществе и капитализма вообще. К свете данниц Марии Ивановны относились типичнейшие М.И.С. и жена университетского деятеля Е.Л.В. М.И.С. М.И.С. резко ответил «Не говорите маниловщины». М.И. Много лет в нашем доме бывавшая так разобиделась, что много лет не бывало. Е.Л.В. в противовес М.И.С. Золособирательницы, обкормившей золой благоверного мужа, мне видится золорассыпательницей. Зола или пыль слухов накоплялась обильнейшей в доме с этой серой золою пылила в квартирах с огромной талантливостью, прозоляя все-все в пять минут. Вредикюльчик, набравший золы, объезжал из знакомых и сыпала ею. Обе были призлые. Одна расточала злость, переслащая ее, а другая ее угущая всыпанием в золу перетолченных стекляшек, и обе по-разному лицемерили. Е.Л.В. лицемерила, преподнося злость под формою злости же. Корыстной и личной под формою бескорыстного юмора и отрезания якобы правды матки была не глупа. Говоря едкости и гадости о других, она потом говорила едкости и гадости прямо в глаза человеку, с таким видом, что, мол, проста, извините, все выложу вам же, о вас, и останется только любовь утаенная к вам же. Она имела дар хколкостям, пользуясь остроумием высшим своей якобы бескорыстнейшей соли, колола и жалила состервенением присутствующих и отсутствующих без стыда и ответственности. Все значительное, все талантливое в настоящем, в прошедшем и в будущем бешеную слюною своей покрывала, тряся с такой отвратительной злостью, мотая своей неприятной головкой в седых кудельках, чем старей, безобразней она становилась, тем бешеней, мельче, подлей оплевания ее мне казались, захлебывался, вонзала мещанское жало во все, что ее превышало до двадцати девяти лет. Встречался я с этой ехидной, ее обходя, потому что противно мне было глядеть, как она, увидавшей талантливого человека, подмигивала на его экскременты. Неглупая, жалкая пакостница превратилась в старости просто в шута, кувыркавшегося перед каждым и побивавшего мелкостью мелкости ею просыпанные. А заляла, квартиры. Уедет, квартира воняет, квартира залеет, под конец оставалась, как скорпиону ей хвост свой задрав над собою, прожалить головку старушечу собственную, ведь уже ошельмовано все, шельмовать больше нечего. В 1910 году в дни кончины Толстого она говорила вонючие вещи о нем, я ее оборвал. Став зеленой от злости, она заживала сухими губами и быстро исчезла. Я думаю, желчь разлилась в ней, ведь ей не перечил никто. Мария Ивановна была искусана ею в квартирах профессорских, но за спиной, разумеется. В праздники ЕЛВ Даня несла и на обеде Мария Ивановна посиживала с невиннейшими глазками М. И. С. И. Е. Л. В. Наисправнейшие посетительницы и чтительницы покойной Лесковской. Сергей Алексеевич Усов Крестный Отец Сергей Алексеевич Усов огромного роста, массивный, с большою, курчавую, темно-каштановой бородою и согненными глазами, прорезывает мне большим носом, как молнии сумерки детства. Он вспыхивает бородавками полнокровного очень лица, сотрясая нам комнаты сиповатым отчетливым смехом. Бывало в столовой, в гостиной гам, резкий звонок, топот ботиков, сиплые шутки в передней и голос, как сорванный от табака и от споров, зажатый под горлом и возглас отца «Вот Сергей Алексеевич!» и присмирение. Голоса потухают, давая простор сиповатому голосу, в центре он бьет каламбурами, шутками, уподоблениями, взрывы громкого хохота, слушаю я из кроватки его, не все понимаю, но что понимаю, как сказки, чудесно. Отец мой души в нем не чаял. Сергей Алексеевич, самый близкий ему, все это слышу, Сергей Алексеевич думает, Усов сказал, и на Усове сходится мнение родителей, мать удивляется блеску его. Не забуду я горе отца, когда этого великана сразила безвременная кончина в 1886 году, припады конгины. С этой смерти начинается его оторванность. Точно поднят был мост между ним и средой. Он уже мало общался внутренно, по прямому проводу, он скорее выходил к людям, спорить, назидать, помогать, распекать. С Усовом он был нараспашку. К нему забегал постоянно и любовался его крупной фигурой, дышащей смехом, спорами, высказыванием своих убеждений. Отец сам любил крупно поговорить и страдал недостатком недовыслушать теоретических доводов противника. К Усову он прислушивался, его повторял, им гордился. Действительно, Усов был крупным центром Москвы в 70-х и 80-х годах. Прекрасный ученый эрудит, много думавший над философией и зоологией, блестящий лектор, любимый студентами, он один из первых твердо водрузил знамя Дарвина в Московском университете, связав себя с дарвинизмом, оставивший определенную зоологическую школу, противополагавшуюся в те годы школе Анатолия Петровича Богданова, говорят, по плодам узнают, и вот плоды. Из школы Усфа вышли Менсбир и Кольцов, из школы Богданова Зоограф. Вот как о нем отзывается один из его учеников. Читая зоологию, С.А. обладал способностью заставлять задумываться над такими общими, широкими вопросами, решения которых очищала ум. Читая лекции, этот дивный профессор заставлял слушателей, задерживая дыхание, прислушиваться к каждому его слову, боясь проронить его. Наши лучшие поэты не описывали так быто животных, как описывал его Усов. Да, это был необыкновенный профессор. Львов. Воспоминания об Усове. Или ученик-рулье, последователь Дарвина, Сергей Алексеевич владел и методами строгого логического мыслителя, и приемами осторожного наблюдателя. Специалист по зоологии позвоночных, он особенно много времени посвящал биологии и географии животных. Мне не раз приходилось присутствовать при его беседах с его другом, знаменитым зоологом Северцевым. Из этих бесед я убедился, какое громадное значение придавал Северцев советам и указаниям Усова. Николай Бугаев, Сергей Алексеевич Усов. Усов не оставил после себя монументальных трудов. Со статьями его и мне приходилось знакомиться, они увлекательны. Он вечно кипел практическими вопросами преподавания и педагогики. Мало было слушать его самого. Надо было смотреть на него, чтобы убедиться, что всякое его слово шло из глубины души. И один же его вход в аудиторию сразу подгодавлял слушателей к тому, чтобы позабыть, что это профессор, чтобы видеть в нем учителя, друга, львов, воспоминания. Но Усов не ограничивался зеологией. Сергей Алексеевич был строгий логический ум. В молодости он много изучал канта и свободно вращался в самых отвлеченных логических тонкостях Бугаев. Сергей Усов Художественная натура, он был законодателем художественных вкусов Москвы. Вместе с покойным Юрьевым, и Поливановым. Знаток театра и шекспирист, он сам играл в молодости, и в пьесах иных не уступал он Садовскому. Кроме того, много лет изучал он историю живописи и даже читал курс по истории изящных искусств в старших классах гимназии Поливанова. Начинались чтения, и уже не прекращались до самой кончины Сергея Алексеевича. Он нашел здесь исход тому захватывающему чувству изящного, которое составляло господствующее настроение последних годов его жизни, то не были лекции в собственном смысле. Не собирайте их в класс, не сажайте меня на кафедру, посадите нас вокруг большого стола. На рассматривании коллекции основывалась вся беседа. Здесь-то делались Усовым неуловимые замечания, которые выдавали всю артистическую натуру покойного. Поливанов воспоминания об Усове. Под конец жизни он увлекся древнерусскую иконописью. Смерть его застала за большим исследованием об архитектуре старинных русских церквей Бугаев, об Усове. Кроме того, он изучил археологию и писал по специальному вопросам. Его исследования о старинных русских деньгах ценятся очень высоко специалистами. Зоолог, натуралист, археолог, он был замечательным знатоком литературы, относящийся к истории религии. У него на дому была целая коллекция русских летописей. Покойный Беляев, знаток летописей, был высокого мнения об его познаниях. Шекспир, Пушкин, Шиллер, Гёте были его настольными книгами. Сергей Алексеевич был прекрасный чтец. Его грандиозная фигура, благородные выражения лица, хороший голос, разнообразные интонации давали прекрасный материал для драматических ролей. Бугаев, Абусови. Размах фигуры этой меня поразил в детстве. Он рано угас для меня, и более всего я его слушал издали, из постельки, когда он появлялся у нас на пятницах по вечерам. Потому то я исцелаюсь на свидетельство о многообразии даров в нем живших. Они мне объясняют то мощное воздействие, которым я был охвачен издали при появлении его. Веяло чем-то живым, бодрым, неугомонным. Он во всем переплескивался через край. И леча годами крестьян, он вдруг специализировался на дифтерите, да так, что едва заболевал кто-либо дифтеритом в нашем кругу, откуда-то приносился усов с машинку и для вдыхания и блестящего лечу. Когда мать заболела дифтеритом, принесся усов, и каждый день по коридорчику из передней в комнату матери протопывала мимо детской его массивной фигуры. Он в первые дни болезни усел со сиделкой у ее изголовья, лечил, бодрил, развлекал и читал мастерские рассказы Слепцова. Он, может быть, от матери отстранил смерть. Это было последнее явление его на моем Вскоре он заболел, три припадка ангины следовали один за другим, от третьего умер он. И такой уже крупный, умный, шумный, массивный, всегда независимый казалась жена его, Анна Павловна, которая по смерти моего крестного отца унаследовала его функции. Я крепко потом привязался к крестному отцу в юбке. До самой смерти ее отношения наши оставались прекрасны. Дом Усовых противостоит мне прочим профессорским домам и при жизни С.А. и по смерти его. Анна Павловна в молодости драматическая артистка была верной подругой С.А. Душой и калибром во всех смыслах. Потом стала другом трех больших и веселых детин своих и одновременно управляющим их имениями, проявляя хозяйственные таланты. Она была умница. За мужественность отец ее называл бобцом. Высокая, толстая, красивая, хохочущая, с умными, все подмечающими глазами, она умела, где нужно, и выпить с сынами, и весело прокричать с ними до хрипоты всю ночь, но и умела зажать бразды, переменив шутки на твердый курс. Приятна была мне усовская квартира отсутствием славных традиций и хождение на цыпочках перед идолом, как у всех. И хотя усовы были лучшие из Гогенштауфенов, в мнении Лисковской, их дом был полной противоположностью дома Лисковской. Чисто блещущий, злой, безжалостный холод порядка и не блещущая, добрая, но сердечная безалаберность, ходящие на цыпчках профессора и галдящая, поющая, пьющая и танцующая молодежь. Моральным критериям Лисковской противополагались антиморальные усовские, хотя сама Анна Павловна, разумеется, была за три девять земель от разнозданного им морализма, будучи в сущности человеком строгих правил, она убирала их внутрь, бравируя скорее цинической видимостью. Анна Павловна и Мария Ивановна, мало сказать, не любили друг друга, почти ненавидели, и лучшие из Гогенштауфенов отправлялись к Марии Ивановне Лисковской небезоттенкой иронии справлять гогенштауфеновские обязанности. Дом Лисковской полнился профессорами, дом Усовых после смерти С.А. полнился молодежью, среди которой Анна Павловна рассказывала анекдоты, подводящие к граням приличия. Иные ее называли циником, что неправда, но этим цинизмом заразил ее муж. Про Сергея Алексеевича Усова говорилось так, к двенадцати часам ночи Бугаев начинает спорить, а Усов рассказывать неприличные вещи. Не хвалю душка иных сентенций А.П., отдававших трын травизмам, тем более, что она была более кулак-баба, чем попрыгунья стрекоза, но даже в своих переборщах она выявляла красочное пятно в пику серому быту. Лучше быть грубым на словах, чем под скукой приличии таить миазмы. Разумеется, Усов в свое время считался радикалом, позитивистом, ратовал за народ, лечил народ, ходил летами в рубахе, как сосед его по имению Ермолаев, однако он был все же собственником шести тысяч десятин, а Ермолаев четырех тысяч. Лечение народа и русской рубахой, конечно, не оправдывали стиля народничества, но в те годы не слишком еще разбирались в классовых противоречиях, к концу века они обострились, и либеральная Анна Павловна стала за институт земских начальников, не его ли громила она сама, неудивительно. В 1906-1907 годах запылали либеральные усадьбы Даниловка, Усовых и Ключи Ермолаевых. Помещик же Азнобишин, тоже сосед, уцелел, пригласивший вовремя казаков. Усовам надо было в начале века решить твердый вопрос с казаками или против казаков, либерализм не решение. Судьба Усовских сыновей ясна. Из профессора медицины покойного Павла Сергеевича Усова, старший сын, с усилием вынудился лишь правейший кадет, любивший играть роль в московском обществе. Отец не любил, а играл эту роль. Алексей Сергеевич, второй сын, проторчав лаборантом в университете, вдруг в имени построил завод. Третий сын, Сергей Сергеевич, поиграв в тринтравизм и психологию люмпен-пролетария, женился на крупной помещице и графине. Вот тебе и народничество, и русская рубаха, и гуманные традиции нашего быта. Все это случилось потом. Пока же росли веселые парни, квартира их выгодно отличалась от скучи иных традиционных профессорских квартир. Сергей Усов, молодой человек с истинно художественным темпераментом и с надрывом искренним в те годы, одно время виделся мне юному Давиду Копперфильду, неким стирфорсом. У каждого юноши есть свой стирфорс. Он выглядел выпадышем из нашей скучной среды, но ни ученый, ни зубр, ни революционер, ни художник, а только художественная натура. Он, к искреннему моему сожалению, не скатился в люмпен пролетариат, то есть не допогиб, а наоборот взлетел в крупного помещика. Не удались попытки прожить под знаменами позитивизма, либерализма, семи религиозными устоями профессорского бытия. От этих знамен в конце века несло на меня мертвой затклостью. Все действенно и бежало от сих знамен и вправо, и влево. Средняя линия однолинейного прогресса по Спенсеру редела. Усиливались где-то сбоку от средней лежащие обители пессимизма, анархического нигилизма, нитшанства, марксизма, революционного народничества. Спасались и даже в мистику, столь осуждавшуюся нашей средой, чтобы только остаться вне нашей среды. Убегало все, имеющие хоть искру жизни, от этакой жизни. По средней линии шествовали типичнейшие папашины сынки. Папаша занимается биологией, и Паша. Папаша, читает Милля, и Паша. Папаша, профессор, и Паша. Папаша рисует план жизни, продуманный им, и Паша, заимствуя план папашин. Но, но и но. Папаша, наивный в вопросах классового сознания, носит рубаху, курит жуков табак, лечит народ, мнит наивно себя народником, забыв, что жене он подкинул шесть тысяч плодороднейших десятин. Где там думать о них, когда Дарвин, археология, драматическое искусство, история живописи и что еще? Кипит папаша. А из папашиного Паши выдавливается профессор медицины Павел Сергеевич Усов, минус, рубаха, жуков табак, археология, драматическое искусство и прочее. Ну, а по-моему, прочь, прочь, прочь от папашиной линии, условно оправдываемой для папаши и вовсе не оправданной для папашиного сынка. Прочь хоть в трын траву, хоть в мистику. Вот почему под словом позитивист мы, папашины сыны, свернувшие прочь с дороги и сынками не ставшие, разумели традициями стабилизированное мещанство, не только классовое, но и ту конкретную разновидность его, которая развивается, например, в книгохранилищах при появлении там вредителей. Появляется книжная труха. Позитивисты, говорили мы с Блоком в юности, и тип вставал не столько папаши, сколько Паши, Аркаши, Николаши или как там еще его. Еще с папашами я боролся, с Аркашами, с Николашами никогда. Я их слишком знал в их статусе на сценде. Они шли в услужение в университет и нанимались в педали охраняющих папаши на достижение. Мой отец, дед по возрасту и дед Блока Андрей Николаевич Бикетов были учеными крупными, людьми с размахом, как Сергей Алексеевич Усов. Усовский дом еще потому мне врезается, что в нем уже где-то под полом гул катастрофы. Некий подземный толчок вскинул С.А. Усова выше среды в облака, откуда он посипывал трубочку иронии цинизма над бытом. И этот же толчок выбросил сына Сергея, трагически выбросил куда-то вбок. Повисев над бездной трентровизма, он пал в помещики. Паша вышел в папашу профессором, но без блеска отца. Помню в детстве явление четырех рослых парней. Из них два студента. Высокий, дородный, веселый студент Паша Усов, позднее профессор медицины, товарищ его, худой, бледный, сутулый, в очках, с черной вытянутой бородкой, весьма некрасивый, но с умными глазами, Алеша Северцев, жених Маши Усовы, позднее профессор зоологии. Паша меня подхватит и под потолок. Я взлечу и опять упаду в его руки. Поставит и твердую походку, голову закинув назад, он проходит в гостиную. А вот другие два парня, они старшеклассники поливановцы Сережа и Леля Усовы. Леля Коломенская верста, а Сережа мне нравится. Вот все сидят и гудят перед пирогом именинным, и с ними влосатый, бородатый, весьма красноносый, совсем обезьяна, гудит, как труба Иерихонская, вдруг обидится, и скажет дерзость, и это доцент, Николай Иванцов, сын священника и профессора Иванцова Платонова, небезызвестного либерализма, все профессорские сыновья, и потом профессора, и вот Машенька Усова, и во всех что-то Усовское, что-то от Сергея Алексеевича, точно он разделяет дары между ними, в них всех принижается, все острят под Сергея Алексеевича, и во всех молодеечество от Сергея Алексеевича. В нем жилось что-то от богатыря, и когда мне читали былины, я рядом с богатырями Алешей Поповичем, Ильей Муромцем, и Добрын Никитичем мыслил, Сергей Алексеевич Усов сражает кого-то своим кулаком, развернется, и бац! Да он иногда и поступал по-былинному, и не как все, циник, а говорит про Мадонну Сикстинскую, я каждый день на нее гляжу, и не могу оторваться. И помнится, как мой отец нам рассказывал об инциденте, между Усовым и Меж Бередихиным. На заседании факультета раскол профессуры. Две партии, одна за Усова, а другая поддерживала Бередихина. Верю, что линия Усова была прогрессивней и верю дельней, но... Но, но... встретивши Бередихина в пустом коридоре во время перерыва, Усов оглядывается, увидев, что никого нет, подскакивает он к Бередихину, сжавший увесистый мощный кулак перед носом его, и покачав им, сипит угрожающий, если такой сикой ты будешь то-то и то-то, то... и кулаком покачал перед носом. Самое замечательное, Бередихин стал шелковый, и после перерыва Усов взял верх. Усмирение Бередихина Усовом мне разыграло с деянием, и я все думал, чем не богатырь. Вот Алеша Попович сразился со Змеем Горынычем, Усов с Бередихиным, а уж Бередихин известно, какой чешет кометам хвосты, будто пёсье. Ну, а сразивший Бередихина Усов перед Марьей Иванов пас и сводил и живот ему. Сам он рассказывал о поступке своем с Николаем Растричем встретился и утащил Николая Ирасовича на прогулку. Меж тем незадачливый профессор спускаемой Марьей Ивановной точно баллонка с цепочки обязан был появиться к единой и неделимой постели супружеской в девять часов. Коль он опоздает, то ужас что... Ночь была лунная, розы цвели, соловьи заливались, и Усов речами кипел. Словом другу он затащил в ресторан вино тоже опленительно, и уже половина одиннадцатого. Усов сам не без страха вел химика на полтора часа опоздавшего к ложу. Стоят перед дверью трясутся. Можете себе представить, посипывал трубочкой Усов, звоним раз, другой, третий, дверь замкнута. И не звука. Тут стало мне не по себе. После ряда звонков вдруг окно распахнулось. В окне в белом, как привидение Марья Ивановна, и голосом глухим и могильным «Никола, уже одиннадцать?» «Только, но так, что живот мой схватило, а ноги мои подкосились, а вот как сказала». Почему же на Марью Ивановну буйство могучего Усова действовало, непонятно. Они соблазняли суровую моралистку, и к Усову чувствовала неравнодушие просто она. Усов мне нравился тем, что не так полагается в нем было точно общественное выступление. Сам Усов помилуйте. И отлагалась мне. Усову законы не писаны, с ним и Лесковская как беззаконица. Все вызывает его, затворяется с глазу на глаз, а не полнет совсем неприятно, а Усов посипывает. Не показала вам свои ножки, покажет, гордит, что маленькая. Стал быть, не приунелевой свой башмак выставляла, а ножку, ну-ну. Нет, фигурище, Усов. Понятно, при жизни его в шумном усовском доме группировалась вся Москва. Можно было встретить Толстого, Писемского, Бабарыкина, Писемский его друг. Умирал при нем множество раз. Все казалось ему умирает. Лесковская, Усов, родители крестные, мне открывают кадриль жизни внешней, врываясь в квартиру, как первая пара, и в паре идут, и за ним профессора, руки кренделем, а в кренделях цепкие твердые руки профессорш. Апостолы гуманности Профессоров и профессорш, мельтешивших в детстве толпа. Я думал всерьез, мир профессорский мир. Остальные до мира еще не созрели, не люди, а так себе что-то, что тихо ютится, приваливается, как жалкий домишко к украшенному фронтоном фасаду огромного здания. Сидим на фронтоне, изваяны прочно, пьем чай себе, матери ходят друг к другу, высоко, высоко, над улицею, над тарараками громких пролетах, с которых проезжие нос задирают почтительно, видеть нас профессоража, отцы, встав на кафедру, громко читают студентам почтенные лекции, все так солидно, прилично и, главное, прочно. Мне кафедра мыслила с каменной, круглой колонной, на ней-то весь каменный, прочный профессор, читал, юбилей исправлял, то один, то другой, обнародовал книги, и я эткие пикули спичи точил на дурного городового под ним. Долго путал я пикули, спич, и слова мне казались синонимами. Иногда, обращаясь к измоченному спичами городовому, торжественно требовал он конституции. Городовой не любил этих спичей, но претерпевал. На полезное, доброе, вечное, даже рука полицейского не поднималась. Профессора ведь не достанешь с фронтона. Действительно, и статский советник он, ленту имеет, звезду, треуголку. За спичи ловились студенты, соскакивающие с фронтона при отправлении домой. Вообразите весь ужас мой, когда грянула кафедра, то есть колонна, и грянул с ней вместе не кто-либо, а Ковалевский, Максим, Мамин, Шафер, наш друг. Но в то время, как кафедра прахом рассыпалась, сам Ковалевский, вполне невредимый, сошел с нее каменным командором и уехал себе за границу читать свои лекции в Англии, в Швеции, в самом Париже. Он все появлялся у нас за столом, наезжая в Москву из Европы. Он стал европейцем, и я все бывало смотрел на него, как сияет довольством, и думал, сидит европейц. Наверное, все европейцы носили белейший жилет, как и он. Жилет выкруглен толстым его животом, пиджак синий, сияет довольством, крахмалом, и черную выхоленную бородку, привздернув, таким добродушнейшим, он заливался смехом, и все говорят, добряк, весельчак, остроумец и умница, но легкомысленный. О легкомыслии, слабости воли Максима Максимовича слышал я еще до мига, когда его кафедра рухнула. Все увлекались курсистки, сились на шею повеситься. Наш же добряк, весельчак, не умел должным образом их отстранять, попадаясь в весьма деликатные положения жизненные. Все рассказывалось, как гонялась курсистка одна за Максим Максимовичем. Он без вины виноватый, как заяц, испуганный все убегал от нее, она угрожала, коли не полюбите, то на глазах застрелюсь. И дошло до того, что у Иванюковых, так, кажется, прятали Максим Максимовича, даже он раз сидел под диваном и вылез оттуда весь пыльный, а все от того, что добряк, не повенен ни в чем, а вот разве когда кто на шею повесится, то не умеет как следует он отцепить. В ранних годах Максим Ковалевский всегда представлялся мне бегством, спасающимся от курсистки и требующим Конституции, в прочее время за ростбифом, произносящим свой спич добродушный. Потом, когда он из Парижа являлся, у нас говорилось «катается в масле, как сыр». Представлял себе сыр, представлял себе масло, и то, как катаются в масле, и думал, ведь это к промаслишься. А мой отец добавлялся нисходительно «да хорошо ему, барин, богач, человек независимый, живет, где хочет, и книгу, какую захочет, напишет, а вот к кого другим книги писать и трудиться». Я часто такой корректив слышал к характеристикам отцом и друзей и знакомых Сергей Алексеевич Усов богатый помещик, Максим Ковалевский богач, Строженко богатый помещик. Все барии, нужды не видавшие с детства, как папа, чего-чего он не видел, томаки, угнетение, нужда и презрительные отношения богатых к нему, бедняку, повидали б с мое. Ущемлялось сердце мое, когда папа весьма уважаемый и распространялся, как плохо его принимали студентам в богатых домах. Репетировал он сыновей-богачи. «Знаешь, город пешком пробежишь, из холодной конурки голодный, бывало у «Ж», именины, обед, полный стол, а тебя не попросят к столу». Так бывало «Ж», отзывался он, «Ж», генерал, уважение огромное, силился все ему выказать, и сажали на первое место уже его. Это теперь обывало». Отец, навидавшийся горе, подчеркивал, «Да, молодой человек из последнего должен себе шить сюртук, фрак, белье, все должно быть хорошее, а сукно первый сорт. Они все, что ты носишь, глазами ощупают, и, коль заметят, что твой сюртучок из плохого сукна, то затрут, даже места себе не найдешь подходящего. Так рассуждают они, сукно плохо, нуждается, так согласится за полцены сыновей репетировать. А есть фрак у тебя, так за фрак будут больше платить. Сам отец, несмотря на усилие шить из сукна первый сорт себе платье, ходил растеряхою, в шубе разорванной, а сюртучок как комок, и застегивал он не на ту вовсе пуговицу. А имел шапо клак, имел фрак и фигуру швафраке. У Максима Максимыча фрак, сюртук и визитка, одно загляденье, и как он их носит, картинка, и тоже Владимир Иванович Танеев, помещик, присяжный поверенный, республиканец, такой якобини, что а так утончен, так стилен во всем, видно сразу, часами стоит перед зеркалом, папа же... Нет, откуда у вас завелся котелок шоколадный? Переменили опять, рыжий, пыльный, продавленный. Но котелок этот, сбоку всадивший на голову мчится по улицам, ведь не профессора, жулика, а под коленками от широчайших штанов, из сукна первосортного свисли, мешки, зонтик рваный. Мне был он так мил в этом тщении одеться, как все одевались куда уж, и математики к чести их выглядели не всегда элегантно. А вот где начиналась компания графов Алсуфьевых, Иванюковых, Танеевых, наших весьма либералов, порой радикалов, там тон, жест, приличие, выбор цветов, пар, пиджачных, и корреспонденции их с цветом галстуха мне выявляли недосягаемое величие. Видно, что кафедры их столб высокий, столб видный со всех сторон площади, спереди, сзади и сбоку, стоит на столбе наш Иван Иван Щевыняков, элегантен, картинка и конституции требует. Самое представление о кафедре как о столбе тщетно рушимом городовым, с которого лектор-профессор во фраке махает своим шапоклаком, а в шапоклаке бумажка план спича сложилась у староженок, там часто бывал. Староженковский дом, как мой собственный, дом номер два, мой, единственный выход, Маруся ведь, Коля и Саша за мной посылают свою няню Катю утрами воскресными и забирают меня на весь день к староженкам, занятно и весело, и поиграешь с детьми, на все наглядишься и спичей наслушаешься, кто-нибудь там в белом галстухе, фрачник такой юбилейный. Мое впечатление детства. По воскресеньям с двенадцати до двух у староженок чай, гости, к двум едут на заседание общества любителей российской словесности, фрачник, читающий в обществе за староженка заехавший или Николай Ильич сам фрак надев везет очень надутых и важных гостей, приезжают к обеду и тут-то слова раздаются напыщенно кафедра, либерализм, конституция, Гольцев, Якушкин, Чупров, а сам Гольцев или сам Якушкин или Алексей Николаевич Веселовский сидят за столом, тут как тут, и один из них гордый, осанистый, в галстухе белом, прочесанный, точно надутый, как шар, оборвется веревочкой и улетит в небеса. Мне особенно в небеса улетающим виделся Алексей Веселовский. Такого величия я, виды видавший, больше не видывал. Видел Жореса я, видел Толстого я, видел весьма знаменитых писателей, что они все, как козявочки пред Веселовским. Я бывало к нему подойду, как магнитом прикованный, благоговея пред ним, ужасая совсем великаньем лицом Веселовского. Кажется мне, что мой рост равен этому лицу галиавскому адупловатому. А под глазами Мишки просто сблются, глазища пустые и выпученные, голубоватые и водянистые, так и уставятся перед тобой, как перед воздухом. Нет никакого тут Бореньки, а пустота, ну лбище же, ну волосище же над этим лбищем. Венцами, махровыми на поларшина привстали, ну и бородище же, можно зажиться мне в ней. Борода, лицо, космы, все вместе являет мне полчеловека, обычного вовсе не голову. И все это сидит на краснобычье огромнейшей шеи, едва улезающий под воротник, ну и туловище. Коли-коли Маруся и мне попытаться обхватывать, то не обхватим. Бывало, он скрипнет на стуле и ко мне повернется и вилку поставит, на вилке же полпирога и такими премягкими розовыми губищами мне как-то пусто и строго очмокает по содержанию нечто гуманное, но как обижусь и в страхе отпряну витиевато и вновь громким, сдобным, довольным таким своим голосом витиеватое нечто показывает, ты подумаешь, он великан станет вовсе не так уж велик. Веселовского видывал часто, что я у староженок, у нас, и всегда ужасался какому-то несоответствию вида и впечатлений от вида, вид как водопад ниагарский, а впечатление пустое. Позднее я впечатление детское это зарисовал в задопятове, зарисовал впечатление, а вовсе не вид. Все, бывало, отец мой подшучивает, Алексей Николаевич «да-с, любит фразу», и слышалось просто ужасно их, Юрочка держит себя неприлично, и как этого не видят родители, что непристойно мальчишке произносить за столом уже тосты. Рассказывали, будто раз за обедом у Веселовских после речей Веселовского, Чупрова, Ивуникова и прочих раздался торжественный звон ножа о стакан, оглядели весь стол, не видать, кто, поднявшись и просит внимания, и вдруг запищала от края стола «милостиво их, сударыни, и милостиво их, судари!» И тут лишь увидели, что над столом голова пупса Юрочки. Юрочка поднимает стакан вслед за, может быть, Гольцевым тост произносит. Стихотворение мальчика Юрочки было напечатано в сборнике памяти Юрьева. В нем мальчик Юра уже опоминает с тоскою о вольнице Новгорода, вскоре запереводил он армянских поэтов, до этого, кажется, справил десятилетний свой юбилей. Сколько ж юбилеев справлял Алексей Николаевич. Стихотворение Юрия Веселовского на озере опубликованное за подписью Ю-В-Ски в память Юрьева, сборник изданный друзьями покойного. Москва, 1891 год. Век богатырства с тоскою глубокую вспомнила в песне волна, шепчет про битвы и древность далекую, шепчет о славе она. И пораженной тоскою невольную вспомнилась ей, как вдали, шумно сходилась на песнь колокольную вече родимой земли. Грезится слава ей, сила народная, грезится чудные сны, шепчет о будущем влага свободная в лепете смутном волны. Помнится мне, что появление супругов Веселовских у нас за столом привносило торжественность необычайную, точно сама атмосфера наигрывала марш Фюнебр, сам-сама конкурировали величии. Эдкого величия я нигде потом не встречал, а я завтракал ежедневно с Жоресом, но что Жорес? Десять Жоресов, сто Жоресов не составили бы и половины величия Веселовского. И поэтому выросший с особым вниманием разыскивал этих следов средстворения Алексея Николаевича и пришел к выводу, надо либо согласиться с отцом, а не болтуны с... либо прийти к оккультизму, предмет мании величия оккультный феномен. А величие было. Подумайте, в оповещении о собрании и сочинении Генрика Ипсона, фамилия Ипсон напечатана обычными буквами, а извещение о предисловии к Ипсону Веселовского оршинными. Величина его полторы странички. Весомость пушиночка. Со строженками память сплетает особый круг лиц в детстве виданных мною у нас. Это, так сказать, друзья и знакомые отца молодого. Потом укрепились у нас математики, физики, даже философы, а гуманисты как бы отступили. Вот именно гуманисты. Заря возрождения несло от них. Все знаменитые личности, милые, очень простые, при этом одеты с тонким изяществом, и атмосфера какая-то точно фавор. Да, заря возрождения, о которой сказал Алексей Веселовский однажды Джордано Бруно, стоя одной ногой во мраке средневековья и далее, далее, далее. Нагромождение предаточных предложений во время которых оратор забыл, что ногою другою приветствовал он зарю возрождения. Этой зарей невесомой светили солица известного круга, и к нам заходили из этого круга, видаясь друг с другом едва ли не каждый день. В тот день журфикс у Алсуфьевых, в этот и в этот журфикс у Усовых и Ванюковых, Воскресенье вечером янжулы ждут, Воскресенье утром у староженок, у нас же по пятницам, не продохнешь каждый вечер собрания. В девяностых годах это все отступило куда-то, и выступили грот, лопатин. Мне помнится стройный, высокий, худой и пленительный Иван Иванович Иванюков, лицо розовое, добродушное, около глаза к морщинке, когда он смеется, смеется всегда, и пошучивает, передергиваясь, головою покачивая, разыграется, шутки и фанты, и даже мазурку отпрыгивает. Был заводчиком всяких невиннейших шалостей и милых глупостей, что за костюм, как картинка. Я помню блондинам еще его, после ж помню седым, эспаньолка подстриженная и усы чуть подкрученные, из кармана платочек хорошенький, шелковый, пестренький. Мать отзывалась с улыбкой о нем. Вот Иван Иванович, тот настоящий бельхом, красавец мужчина, и не докучает наукою, знает всему свое место. О веселье и изяществе было в све сего почти очаровательного, еще почти молодого профессора, просто легенды ходили, им все увлекались, и появлялся он всюду с изящною маленькой и милой женой и очень любил катнуть невзначай из Москвы в Разумовское, где проживал он. Можно сказать, в эти годы почтенный профессор шалил и играл, как котенок резвящийся. И Татьяна Ливонна Щепкина Куперник о нем, вспоминая, опять-таки отмечает Иванюковскую тему. Жизнь кипела, веселились, как дети, вдруг увлекаясь игрой в мнении или фанты, получались такие картины, что, например, почтенный, корректный профессор политической экономии Иванюков лез под стол и лаял оттуда собакой. И совершенно такие же воспоминания матери, бывало, я слышу, были у Ивана Ивановича, он голову скосил, подлетел, подшаркнул, и сию же минуту со мною в мазурку. И когда Иванюков появлялся у стороженок, мы, дети, кидались к нему, на нем висли. Помните, как мы однажды попали к Иванюковым на праздник, дети стороженки и я, потому что дочь Ивана Ивановича Женя была нашей приятельницей. Мы пришли в неподдельный экстаз и поставили вердном всю квартиру. Не помню уж по какому случаю я, путаясь в красном халате Ивана Ивановича выделывал прессмешнейшие вещи, даже жена его с ужасом глядела на нас. Сам же Иван Иванович, чистый младенец, сощурив свои добродушные глазки, подмигивал нам, подкартавливал, он чуть картавил, подщелкивал и себя чувствовал в собственной сфере. Позднее лишился он кафедры. Кажется, что из Москвы переехал. Еще позднее я отрок встречал его в санатории доктора Ограновича, где кончали ему лето. Там жил Михайловский уединенно, рассеянно, издалек как-то перебегая и точно прячась в кусты. Там стоял домик маленький, в нем отдыхал он. И наезжали жившие где-то рядом Иванюковы. Иван Иванович наружно весьма изменился, стал сед, борода его выдалась седеньким клинушком, лысинка маленькая обозначилась, ходил во всем белом, в какой-то заломленной шляпе, полупанама. Но был он таким же веселым, невинным, весьма добродушным, и говорили все так же о нем. Посмотрите, одет как картинка. Шутил как картинка, ходил как картинка, писал некартинно, весьма жидковато и скучно. Мои представления о стороженках, они настоящие окна в Европу. Из окон их к нам появляются Иванюковы, и Янжулы, и европейцы. Хотя Янжул жил рядом, хотя слышал его за стеной каждый вечер, оттуда бубухало глухо бубу, все же казалось, что от стороженок является он. И понятно. Иван Иванович Янжул, есть крестный Марусин, Марусин же моя приятельница, дочь стороженки, и с Янжулом многие мне стороженковские воскресенья связались. И Янжул есть тоже в Европу окно, англичанин, и явственно в нем намечаются желтые баки, и ходит во всем полосатом, и утверждает, что в Лондоне все хорошо, а в Москве все прескверно. Не часто являясь к нам, он бубухал у нас за столом, как из бочки. Шутил со мной грубо, и грубо затеивал игры у стороженок он с нами. Бывало, на елке сорвет он игрушку и к нам. Дети, кто ж скорее эту куклу поймает, тому она будет принадлежать. и бросал куклу нам точно кость жадным псам, и как псы разъяренные, с ревом друг друга тузя, мы кидались, и дикие страсти разыгрывались, он нам половину игрушек, висящих на елке, как кости перебросает, и после все красные, дикие и озлобленные, мы сидим и косимся на ловкача, обобравшего всех. Нелюбовь моя к Янжулу началась из-за этой игры. Тихий мальчик, весьма деликатный, пинки давать я не умел, и потому из-за Ивана Ивановича без игрушек сидел. Возвращаюсь с елки, мать спрашивает, что получил, а я в слезы, Иван Иванович Янжул обидел. И кто-то по этому поводу с возмущением высказался, что за грубое животное, разве можно с детьми так, что грубое животное, это я понимал. Как-то раз уж не знаю, как, я к Янжулам попал, то есть за стены квартиры, и оказался Иван Ивановичем схваченным. Он, сидя в качалке, весьма бултыхался ногами, ручищами шею мою обхвативши, притиснул к себе, бултыхаясь в качалке, так больно притиснул, едва не задохся я. Встретит на лестнице, тотчас пристанет. Вот, на-ка, Бориш, и сует в руку гривенник. Вот тебе, ты накупи брат себе леденцов. Нет, спасибо, Иван Иванович, мне запрещают брать деньги от посторонних, и думал, он грубый мужик. Появлялся он с Екатериной Ивановной и Янжул, весьма некрасивый, и бледный, и маленький, с кашью во рту и в пенсне. Говорили ученые и женщины, и покровительствуют в школе кройки, шитья, и поэтому в доме у Янжула все какие-то молодые девицы из школы кройки. На Янжулу я с опасением поглядывал, громкий, огромный, и толстый, и костный, веселовски надутый, проткнешь, оболочка какая-то кляклая. Янжулу нет, не проткнешь, будто вытчен весь из карельской березы, пудами теряет мяса свои. Вновь потом их наедая, и с громкой силой колотится по вечерам в стену к нам, и мы уже знаем, выбивает он пыль перед сном, ради для эмоциона весь желтый, такой желтокосмый. По штатистическим данным в Лондоне только и слышится, как, Иван Иванович, здоровье, по штатистическим глухо. Мне отбуханье янжула дымом серейшим несло, и мигрень начиналась. Атмосферическим явлением каким-то, как гром, я считал его голос за стены. Гром скопления электричества. И я думал, что голос его нагнетания электричества душит и парит, как перед грозою. Хоть с соседями мы лет семнадцать считались, он издалека как-то по жизни прошел. Раз в Демьяновке, где проводили мы лето, и где все сближались, снял дачу, опять рядом с нами. И здесь он прошел вдалеке. Одно, помню, ходил он в наушниках. Уин Жулов часто толстой бывал, заходя к нам, но изредка. Хлопотал за кого-нибудь. Папа деканом ведь был, и приходили просить за студентов. Отчетливо помню. Мне года четыре. Сижу на коленях и пальчиком бережно, за пылинкой снимаю пылиночку я с сероватых штанов, вижу из-за плеча серый клок бороды, протянулся, густой щекочущий щечку, и голос сказал, что плачущий, мягкий, но громко отчетливый, как у Танеева что-то доказывает. А отец потирает руки и чем-то довольн, и слышится «Лев Николаевич!» Я знаю уже, что тот серый уверенный бородач Лев Толстой. Кто такой Лев Толстой, я не знаю, и думаю, звание это или должность почетная. Про Льва Толстого я слышал уже весьма часто, и вот он снимает с колен, поворачивает, я стою меж колен с удивлением, видя такую огромную бороду, этаких я никогда и не видывал. И другой раз я помню его еще в детстве. Отца дома нет, мать моя разбирает белье, чтобы прачки отдать, на полу ряд салфеток и грязные скатерти. Резкий звонок, кто-то спрашивает отца, отказали, кто? Да так, какой-то седой из простых. Мама вдруг как сорвется в переднюю, выскочила к перилам и слышу, кричит она, «Лев Николаевич, а вы меня не хотите и видеть?» Смех мягкий и старческий, «Нет, отчего же?» Мать переконфузилась, «Нет, не сюда, тут белье разбираю я». Но лев толстой настоял, чтобы она продолжала белье разбирать, и вошел, и сел рядом. Я тотчас же соединил этот образ с тем в памяти жившим, и сразу заметил, что серая борода стала белой и уж не в штатском, в толстовке, сидел засутулись пред матерью, и ей о смерти доказывал что-то. И мать утверждала потом, что тех слов не забудет, любила толстого, и вся вспоминала, как вскоре же после замужества, когда выглядела она девочкой, жалась к стене у Усовых, собрались они все вдруг толстой, обступили его и прислушиваются, что скажет, а мать не представили, не до нее толстой слушает их, вдруг глазами нащупывает мою мать и довольно суровой рукой отстраняет кого-то к нему прилипающего, нет, позвольте, и к матери мимо профессоров нас забыли представить, толстой и протягивает ей руку. В этом круге же помню П. Д. Бабарыкина и сухую, худую, больную, утонченную Софью Александру, супругу его. Бабарыкин был лысый такой же, но был желтоусый, а не седоусый, худой и багровый, высокий, весьма подвижной. Он вертел головою на тонкой изгибистой шее с такой быстротой, что казалось отвертиться, вспыхивал, вскакивал с места, руками хватаясь за кресло и снова садился, чтобы снова вскочить и стать в позу, одну руку спрятав за желтый пиджак, ходил в желтом он, головой и спиной закинувшись и наставляя лорнет на глаза, вооруженные, если память не изменяет очками, он любил уговаривать мать стать актрисою, артистические наклонности, а тут дом, быт и прочее, и кончал по нигирикам с западу эмансипацией женщины или колкостями по адресу Вэи Танеева. Это потому, усмехался Танеев, что года три назад Бабарыкин подходит и спрашивает, ты читал мой последний роман? Ну, а я отвечаю, должен тебе заметить, что я никогда не читаю тебя. Вот с тех пор он и ругается. Кто же, кроме болвана безмозглого станет читать Бабарыкина? Все эти и прочие многие личности, не перечисляющих, к нам появлялись через окно, прорубаемое из Москвы Староженкою и Веселовским. И дом Староженок встает предо мной, как типичный для этого круга людей возрождение нематематиков. В нем я учился разглядывать кариатит гуманизма. И, кроме того, в нем учился играть я с детьми. Я ведь был одинок, не умел разговаривать, даже играть не умел, как другие. Играл я по-своему, у Староженок учился я играм. В одном отношении я перерос своих сверстников, ну, а в другом не дорос. Коля, Саша, Маруся уже твердо знали, с кого что сорвать и кого как использовать из знаменитостей для нужд их детской утилитаристы. Уверенно, требовательно срывались гостей прибаутки, гостинцы и нужные игры, чуть что подавай взрослых нам. И Федотову тащат смотреть на убогое детское представление, и Склифосовского Николая Васильевича так завертят, что он и не рад. И их все одобряли за это, и даже от них потерпевшие только и слышалось, что за дети, премилые кружки. А я, я боялся всего, и гостинцы всрывать не умел, а чтобы затеребить Склифосовского или там Янжула, скорее броситься в воду, чем эткое позволить себе. Это все от того, что Маруся и Коля рассматривали Ивана Ивановича Янжула просто, а я с разглядами, с критикою. В выявлениях же внешних и пятилетним став выглядел точно трехлетний. И шли уже при. Были партии, кто говорил, у Бугаева, у Николая Васильевича Боренька то замечательный мальчик. У вас замечательный мальчик, Танеев, суровейший критик нас всех, говорил. То же самое утверждал старичок мной любимый Буслаев, и я, слыша это, не мог понять, что он не видит во мне. Не знаю, чем разве вот рубежом двух столетий, таящимся бунтом, уже декадентом, словечек такого ведь еще и не было. До декадентства я стал декадентом, и до символизма я стал символистом, явления, связанные мне с последним, я встретил гораздо позднее, как возвращение переживаний младенчества, но по-иному совсем. Не они мной владели, а я владел ими как символами. Вероятно, для многих несло от меня символизмом, но символизм восприятия моих заставлял говорить их «особенный мальчик». А большинство об особленность мальчика воспринимали иначе. я знал, что другая есть партия. У Николая Васильевича растет сын идиотиком, несообразительный, посредственный, глупый. Такие слова раздавались. И знал я, о ком они, и противополагался мне Юрочка Веселовский, талантливый мальчик, стихи пишет, спич говорит. Общественный голос я чувствовал, и за него уж хватался, поддержки ища, но без слов. Голоса за и против росли, углублялись в детстве, отрочестве и юности, пока не лопнул в скандал тихий Боренька, став в один день дикадентищем Андреем Белым. Подозревали меня, не любили уже инстинктивно Лесковская и Янжул и многие у староженок. У Усовых чувствовал дома себя Павлов, Умов, Буслаев, Лопатин старик, отец Л.М. Лопатина очень меня не любившего, те вот друзья. Очень странно. Отцы не любили, а деды любили меня. И В.О. Ключевский с лукавой приязнью поглядывал. Я судьбой вскинутый на почтеннейшие колени приглядывался к тем, кто меня сажал на колени. Я чувствовал сажающие суть мой будущий фатум. И хочешь, не хочешь, по их нему взвоишь. Вот вырасту, добрые дядники учителями мне станут, и буду надолго при ком-нибудь я состоять, как лохтин при отце. Старожанковским детям то все невдомек. Они думают больше о яствах, а я уж задумался надо всею будущей жизнью. Поэтому-то теребят Склифосовского, а я уж знаю. Затереби-ка я милейшего Витольда Карловича, Церасского, миломигающего. Он покажет когда-нибудь на государственном экзамене, вспомнит, не вы ли Бугаев студент теребили меня, и провалит. Как будто предчувствовал я, эти милые все знаменитости. Рой гуманистов, меня соглашающихся приласкать, вдруг суровые, грозные, яростные, указуя десницам на меня отдадут свой приказ без сожаления. Николай Ильич Стороженко Стороженковские воскресники Файпоклок Стол гудит разговором, и фрачник приехал, сидит в белом галстке. Дети мы ерзаем, стибриваем со стола леденец или бублик, или хвостик бумажный стараемся к фалде пришпилить. Возможно, здесь все. Николай Ильич нас поощряет к проделкам. На нас повернет толстый, сизый свой нос, и склонивший огромную лысую голову, напоминающую мне кулич, обрамленный каштановый, почти черный, курчавую бородою, по бородавке ударит пальцем и после подщелкнет мне, ах ты, кургашка, ах ты, бранкукашка. У Николая Ильича бранкукашки ведь все. Дети, дамы хорошенькие, что понравится, то бранкукашка, кургашка. Не страшно мне, весело, стороженок. Я очень люблю Николая Ильича, глазки малые, карие, мне добродушно подмигивающие. Если бы даже мне и шалить не хотелось, спровоцировая бы ему самому хвост бумажный пришпилить, хвостик, нащупавший, лишь пробормочет кургашка. И даже привставший, сутулый и грузный, средь нас он отплясывать будет, помахивая синей курткой кургузой, с которой свивается хвостик бумажный и петь грубым басом среди изгодовольных ребят ша-ша-ша антроша. Эти ша-ша-ша антроша, знаю я, тоже словечки, мы бывало повизгиваем. Николай Ильич, пересекая столовую из кабинета со свечкой в руке, пробирается, на толстый нос нацепил он пенсне, лента черная свисла, проходит средь нашего визга, вполне машинально паревывая, ша-ша-ша антроша. Походка подпрыгивающая, точно на спину, под куртку мешок запихал, присутулый и есть что-то мне в Николая Ильича от рождественского добродушного дедушки, возрастом тоже скорее мне дед. В бранк кукашках ходили мы у староженок, я, Коля, Маруся и Саша почти до студенчества. Коля и Саша позднее обозначились как бранк кукашки бедовые, уши делов натворили сквернейших. Лучше бы не были мы бранк кукашками, чтобы старик этот, уж перед смертью, заброшенный и одинокий, не лил слез, дверь притворив в кабинет. Гости не видели слез уважаемого апостола гуманизма, видела дочь. Это все началось, когда Ольга Ивановна, мать бранк кукашек скончалась, весь дом был на ней, с ней считались высокая, очень красивая, стройная и порывистая. Мне сочетанием являлась она темпераментных увлечений со строгостью здравого смысла и бурных стремлений. Она умерла. Бранк кукашки из деток, из крошек в отчаянных безобразников переродились. Маруся одна оставалась Марусей. Кабы не она, чтобы сделалась Николай Ильичем. В восемьдесят четвертом году он казался уютным и сказочным. В девяносто четвертом уже он казался мне тряпкою, в девяносто шестом вспомнил я выражение отца болтуны, но чем был, и остался навеки добрейшим, мягчайшим, ни на кого не сердящимся, иронизирующим, дар иронии был в нем, иронизировал он над гостями, над собственным домом, над собственной позой. да, он позировал. Он был средний и уравнодействующий либералов словесников, и его Николай Ильичевское слово имело особенность выглядеть статистическим выводом мнений других, преподносимым ходульно, закрученно, убежденно, он долго молчал и выслушивал, выслушав, хитрый итог подводил, подведя даже лансировал, скажет и Гольцев, Чупров, Милюков, Веселовский, Максим, Ковалевский, имеющие несогласия друг с другом, лишь в частностях с ним согласятся. С воскресника слово крылатое распространится, сказал стороженко, вы слышали, что Николай Ильич выдумал, вовсе не выдумал, выслушал, выслушав, сообразил, все учтя обезличил до в общем и целом, и Гольцеву Иванюкову Якушкину Гольцеву Иванюкова Якушкина ловко вернул, щекотнув самолюбие каждого, этот процесс обезличения шел под флагом высказывания великого стороженки. Безвольный, как тряпка, весьма легковесный, но хитрый и, да, остроумный порой, в отношениях личных невинный и добрый. Понятно, что он возглавлял, обезглавив себя, может, нечего было безглавить. Мое впечатление позднейшее, книги почтеннейшего Николая Ильича судьбе сглавится, неплодотворное, но добродушное. Уже позднее, на книгах двух львов, Стороженки и Веселовского, выучился я тому, как не надо писать, как не надо осмысливать эти явления литературные. В этом действительно многому я научился. Надолго они деформировали во мне потребность в истории литературы, теперь лишь стираю с души следы недоверия к спецам словесникам и соглашаюсь, что переборщаю я в страхе своем. Теперь пишутся истории литературы иначе, теперь и полезно весьма отмечать их значение ввиду засилья формалистических методов, но впечатление от пустоты, доброты, абсолютно никчемности фраз Стороженки так сильно пронзен на всю жизнь, что я все еще вижу тот призрак, в который вперялось все детство, всю юность. Ведь было же время, когда Алексей Веселовский, Н.И. Стороженко и критик Иванов собой заслонили все подлинное, что писалось, что писано было до них, три кита и Москва повисала на них. Н.И. влиял у себя на воскресниках вовсе не так, как Лесковская. Та сокрушала железным жезлом, Николай Ильич пастырь пасом был общественным мнением, с видом быка был он в сущности только овцою невинную, пересекая своей статистической средней из всех этих всех, всеми этими выбран был гетманом некой воображаемой сечи словесного отделения филологического факультета, вручили Бунчук ему. Слабо держался Бунчук этот в слабых руках, стороженку не мыслю я без Бунчука на воскресниках. Сидит Николай Ильич, стол возглавляет торжественно, дикие споры, сцепился отец с Ивановым, оба вскочили и брызжут слюной друг на друга, позвольте-с, нет, сами позвольте-с. Сидит Николай Ильич с гетманским видом, подмигивая на отца, на Иванова, шуточкой сыплет, ее не слышит отец и Иванов, но слышит два-три тихих чтителя стороженковской мудрости. Рука поднята, как бы с Бунчуком, Бунчука-то и нет, это царское платье Москвы девяностых годов, весь Бунчук тарахтящая и безобидная шуточка, про тарахтит точно пуговицы роговые на пол, разроняет трах-тарарах и оглядывает своих чтителей тихих, смешно, успокойтесь, смешно и доволен, что шуткую с будто бы мудростью, положенной в шутку от спора ответственного отвертелся. И вместе с тем гетманское достоинство соблюдено, и у Янжулов, у Веселовских, у Ивонюковских расскажут, вы знаете, как отозвался на спор Николай Ильич? Нет, стороженку любил я совсем за другою. За пляс добродушно его ша-ша-ша антроша. В ша-ша-ша антроша изживала себя незатейливо так юмористика. Хуже, когда ша-ша-ша выступала во фраке с ответственным словом. Тогда начинались иные истории. Например, отвергали для малого театра дядю Ваню и провозглашали Потапенко наследником Толстого и Салтыкова, пустенькие водовильчики Щепкина и Куперник показывали в пику Чехову. Ша-ша-ша антроша удел детской ни кафеджи. Конечно, на лозунге вполне либеральном, вполне безобидном нельзя было много проехать, как на палочке. И палочка не фигурирует ныне нигде. Удивляюсь, что ездили-таки на палочке от лет двадцать и думали, делают дело, в то время, когда в Харькове вовсе никем не отмечены. Скромный профессор Потебня книжонки пописывал. И Александр Веселовский работал. Как? Как Александр? Алексей, вы хотели сказать? Алексей Веселовский? Ту реплику слышу я из восьмидесятых годов. Могли допустить. Алексей Николаевич раздвоился. Одной рукой строча в Петербурге, другой в Москве строчит. Но чтобы был еще Веселовский какой-то, сочли б за невежу меня. Николай Стороженко Алексей Веселовский Омега и Альфа. Вот чем надышался я в детстве резвяз в Стороженковском доме. Сплошной юбилей. Общество любителей российской словесности, место, где все юбилеи справляют, и я, когда вырасту, справлю, расширенная Стороженковская квартира. Когда я теперь оружейным иду, останавливаюсь перед тем же я домом, он даже не перекрашен, такой же стоит он, красно-коричневый, где я резвился, где шли юбилеи сплошные, мне чудится, в окнах мелькнет нос Иванова критика, выглянет из окна Лениченко и пальцем поманит меня. Впечатление потрясающей знаменитости и гениальности Стороженки ребенку мне явно сложилось в квартире известнейшей Байдаковского дома. Конечно же, под впечатлением тихих чтителей и всех домашних, папин поклонник, папа наш знаменит. Это все бранкукашки твердили. И гувернантки, и няни, и тети, и многие личности здесь заседающие. Во-вторых, половина гостей здесь бывших гений и знаменитости. Здесь-то кафедра окаменевшая мне выросла в столб. Здесь профессор мне кариатидой увенчанной лаврами стал. Повторял я лишь то, что твердилось, твердилось мне здесь. Алексей Веселовский есть памятник собственной жизни, и здесь же мне памятник рухнул, и кафедра испорошилась. Но света представления, представьте мое удивление, не произошло никакого. Четверть века сюда я ходил, перевидал раи, лиц, кони, мечников, Бабарыкин, Толстой, Поль Бойе, Соловьев здесь маячили. Помню, резвимся мы в белой столовой, с огромнейшим грохотом стол отодвинув, а из гостиной обняв Николая Ильича Лев Толстой к нам выходит и пристально смотрит, как мы хулиганим. Или Владимир Соловьев сидит в красной гостиной, весьма удивляя бродой и влосами, а мы напряженно стараемся хвостик ему прицепить. В 1884-1890 годах постоянно встречал здесь Якушкина, Веселовского, Янжула, Ивонюкова, Танеева, Тяжелого Самоквасова. Шутиком вертится бывало, не потрясая меня остроумием, Ермилов. В том обществе он подавался как номер эстрадный, а из-под ног под Строженку и жил, появляется нами любимый и Алиниченко, тогда не профессор. Иван Иванович Иванов, когда не приди, все витействует здесь и обедает здесь, а после обеда мы, дети, сымпровизировав в детское театр, отхватываем половину гостиной, завешиваем ее и требуем, чтобы гости смотрели на нас и Федотова смотрит, похваливает. Помню, здесь ослепил Бабарыкина магнием я. У него болели глаза, впрочем, это не я, а Бранкукашка, Коля. Ты бори ему в глаза. Бабарыкин тогда же подпрыгнул, а Николай Ильич ничего. Одно время придумали номер. Придет к Н.И. чтитель. Являемся мы к Николаю Ильичу в кабинет с грозным требованием. К нам, папа, к нам, Николай Ильич, на сеанс спиритический. Бельский, учитель гимназии наш, двойки ставящий у стороженок, вполне в нашей власти. Н.И. не посмеет перечить он, а Н.И. прибран нами к рукам. Н.И. тащит Бельского в темную комнату, где приготовлена нами засада. Мы сядем за стол в темноте и подушку и припасенную Бельского бьем. Не мы, дух, исколоченный нами, уходит отсюда. За двойки в гимназии здесь ему страшное место. В тот период мне нравился очень студент-репетитор кургашек, веселый и умный, затевающий то интересную беготню, то сидящий пенсне нацепив за столом, очень слушающий, даже в споры вступающий, Дмитрий Иванович Курский, поздней наркомьюст. После он появлялся лишь, репетирует брат его Владимир Иванович, фричи сидит здесь Бальмонт. Позднее познакомился у староженок с профессорами М.М. Покровским, с Матвей Николаевичем Розеновым, с Саводником, с Мельгуновым, с профессором Бородиным, тогда студентом, с профессором Фельдштейном, тогда гимназистом, с писательницей Хим и со сколькими прочими. Люди менялись в годах, не менялся лишь тон, задаваемый мужем, маститом, а после уж дряхлым старцем, довольно пустой, та квартира мне служит уроком, и кариатиды легко покрываются мохом. Дети Николая Ильича, Маруся, Коля и Саша, первые мне друзья по времени, особенно Маруся. Дружба с ней началась, когда я был еще четырехлетним, а она трехлетний. Коля ползал еще, а Саша не было вовсе на свете. С ними же порой я встречался и на Смоленском бульваре, куда меня редко водили. Водили гулять на Пречистинске, где встречались все те же знакомые наши, Федор Иванович Маслов, с которым Танеев дружил, пока Маслов не выписал нового времени, переменив ориентацию. Там Самуил Соломонович Шайкевич, известный Москве адвокат, с супругой бродил. И Владимир Иванович Танеев порой проносился стремительно. И профессор Александр Карлович Эшлиман, посещавший нас, сидя на лавочке, предобродушно подманивал. Николай Платон Шрамченко, инспектор женских гимназий, являлся сюда со своей дочкой Надей, но ждал я не их, а огромную шубу и воткнутый нос в воротник. Из мехов два очка мне проблещат, ни носа, ни белых усов, только шапка, очки, да огромная шуба. И я, вырываясь из рук, мчусь под шубу в меха с громким криком «Вот, друг мой!» идет. И в объятиях мягких и теплых тону. Из меха головка седая и старческая вылупляется, мягко шамкает мне это Федор Иванович Буслаев. Встречаемся с ним каждый день на бульваре, свидание, назначая друг другу и передавая друг другу последние новости. После же я от него получаю кусочек рябиновой пастилы с неизменным подшептом «От птички!» Узнал он, что я на бульваре, и вот он пришел ко мне. Так мы три года встречались. Меня на бульваре все знают, вот Боря Бугаев. Раскланиваюсь я с неизвестными даже. С кем, Боренька, ты? Я же гордо знакомый мой. Этот район населен профессурой. Куда нос не сунешь, профессор, так с нами дверь в дверь живет Янжул. Под Янжула въехал историка Соловьева, сын М.С. Соловьев. Коли носом просунешься в окна из нашей квартиры, то в окна уткнешься. За окнами теми давно обитает профессор Иван Александрович Угримов, и рядом же Селиванов живет. На стеной обитает профессор Владимир Григорьевич Зубков, против сверт вооружейный и там Стороженко, и там Лениченко. Очерчено, замкнута жизнь. Тесновато, в Арбатском районе Тамлюз, сюда выжаты сливки Москвы или целой России, истолкнуты и дверями и окнами. Здесь все традиции славны, и стаи славны, и, казалось бы, радуйся. А тяжелая грусть, безысходная грусть охватила меня. Переходя просто в дикую мрачность, тринадцатилетним переживал я буддистом каким-то себя, а не отроком, мрачность перерождалась в бунт открывания форточек. В жизнь у Николая Васильевича вырос сын дикадентом, и сказка про серого козлика, от которого остались рожки да ножки, себя повторила. Жил-был Боренька, пришел волк, белый, и Бореньку съел он. И Николай Ильич, певший девочке Танечке Дефирамбы, на Бореньку не сердито добряк, стал коситься, пока не усвоил чего-то. То было предсмертью его, когда он, совершенно разбитый болезнью, повис головою в грудь, свешиваясь из огромного кресла, высматриваясь под лоб и хитрейшими украинскими глазками, был одинок. Бран кукашки и Коля, и Саша перебран куканили так, что он плакал от них. У себя на квартире дочитывал курс свой последний последнему слушателю и Энн Бороздину при похвальной претерпении. Выдавал дочь он замуж унылые свадьбы, из университетских один лишь Иван Иванович Иванов, закатывающийся в нежен, да в церковь явившийся размягченный и посидевший кариатида Янжул, уже академик с большим поправением. Помнится кубчик, седой и подвыпивший на этой свадьбе со стороны жениха, грустно было на свадьбе подруги. И грустно висел Николай Ильич в кресле. Глаза наши встретились, пальцем меня подманил он к себе, и когда я склонился к нему с мрачным юмором, с истинно героическим юмором, глазками ткнув на веселье и на купца Красноносова, вытарахтил свирепую скороговорку, и он козловак. Что такое, не понял я, не правда ли, говорю, козловак, и еще раз ткнул глазками перед собой. До этого мы о симфониях моих не звука, и чувство такта, что мог он сказать о них, кроме жестокого осуждения мне, а тут вдруг козловак, словечко из северной симфонии, стал быть, прочитал, и стал быть, усвоил, не так уже непонятны, стал быть, словечки и белого, коли, когда случилось обстоятельство, соответствующее словечку, то выскочило и словечко у отрицателя моих словечек. Да и как не понять, козловака, там, там, где Максим Ковалевский закатывал спич, Алексей Веселовский же вздергивал ногу Бруно в зарю возрождения ни спичей, ни мужей науки, линяющей Иван Иванов уже где-то в газете хвальнувший меня говорит что-то о матерлинке на свадьбе, да купчик подвыпивший, откуда и взялся он, подкозловачивал, да, козловак. Это было последнее слово мне сказанное Николай Ильичем, напутственное, прощальное слово, взывающее к сочувствию, я его понял. Скоро стоял я над гробом его, переживая действительную скольбь, что утратил этого прекрасного добряка, незадачливого профессора и незлобивого человека. И кто-то из словесников, показывая на прах, дернул ужаснейшим козловакам, вы вот вдохновитесь и на похоронах воспойте нам его. Я посмотрел на словесника и подумал, и дернуло же. Только средь апостолов в гуманности возможны подобные задопятовские безвкусицы. Критики среды Картины среды мне наляпаны крупными пятнами красок, действовавших на воображение. Анализировать эти пятна я мог лишь отчасти. Противопоставить им быту быт я не мог. Мне ведь сравнения внешнего не было, и все мое изживалось нема подпольно, без слов и без образов. Зная рабочих, крестьян или богатых купцов, или священников, или художников, я мог бы противопоставить из противопоставления нечто учесть. Но мне подан университет с примечанием «Все, что я вижу, единственное так надо». Компания позитивистически настроенных либералов одно пятно нашей среды забеспокоило рано оно меня неискренностью позы и нечеткостью идеологии. Поза не соответствовала содержанию. Честный вид не вполне соответствовал безукоризненности всех поступков и их плодов. Брак позитивизма с либерализмом легко возрождался в оппортунистической шатане. А витиеватые фразы Веселовского, очищенные от аллегорий, вводных и предаточных предложений оказалось нулем, остачертили мне разговоры о власти идей безматериальной художественной базы слова. Едва я прикоснулся к урокам льва Ивановича Поливанова, учившего ощупывать слово. После первого поливановского урока до всяческого модернизма погиб Староженко, погиб Веселовский. Фрак, Кляк, кафедра оказались картонными. Другое красочное пятно математики. Скучные, неповоротливые, беспомощные люди, правда, весьма не фразеры, даже слишком не фразеры. Слово все-таки знак общения, а сидеть, нема друг другу показывать формулы, пусть глубокие, и подставлять спину нам в формулы непосвященным, нет, это слишком. Ведь вот думал же я, лет двадцать пять вместе с мамой, Бобынин дурак, а он умница, зачем же вводить в заблуждение. Отец и усов каламбуристы, отец слабый в быту, усов, кажется, тоже слабый, в результате революция испарялась и плавала где-то над бытом, и Мария Ивановна Лисковская стверживала этот быт. Я ждал только повода придраться к критике того, что полусознание мое уже отвергало. Каждое едкое слово о быте помнится перевешивало мне десятки и сотни слов быт утверждавших, оно падало как дождь на иссушенную почву, мгновенно впитываясь. Повод к критике дяди мои Бугаевы, главным образом Георгий Васильевич, ну и Владимир Васильевич, и повод к критике весьма уважаемой матерью Владимир Иванович Танеев. Дяди выпадыши из нашего быта, так сказать, полудекаденты, ведь слова такого не знали в те годы, они чудаки, над которыми похохатывали, которых поведение было порой ни на что не похоже, но они уже выступали, выступали против традиций не каламбурами, а жизнями, достаточно сломанными. Владимир Васильевич Бугаев является редко из Питера, явный чудак, с видом взъерошенного конспиратора и нигилиста шестидесятых годов, весьма бедно одетый и весьма заносчив нас оглядывающий, тыкающий окурок не в пепельницу, а в цветочную вазу с явной демонстрацией. Вы бы в пепельницу? Я так привык. Что? Произносит он «что?» точно «пячее» написано «что?» Это в пику Москве говорящий «что?» Какой говор у вас? Что? Прекрасный говор, не ваш, не московский. В юности нигилист, ультракрасный, требующий с Антоновичем отделения Украины, едва не режущий лягушек из принципа и вздергивающий ногу на ногу, носком в небо? При дамах он, студент, все забыв, пристрастился к химии, да так, что в ней выявил задатки большого научного таланта, так о нем отзывался профессор Бутлеров, силившийся его оставить при университете, да не тут-то было. Усмотревший в действиях Бутлерова покровительство начальства и нарушение принципа, дядя мой, Владимир Васильевич, что? бросил химию? Которую он увлекался и стал служить в банке. Почему в банке? Где ему уже не покровительствовал никто и где получал года он, гроши, продолжая изучать Спенсера, Милля, Конта, которых он был начетчиком, как и отец, переча отцу и доказывая свое что? Свое, а не его понимание. Знал он позитивистов никак, Стороженко. отец его тащил в свет, а он свет обфырков и едко укалывая отца его светом, прегордо запахивался в холодное обтрепное пальтишко свое, несся с отцом по Невскому проспекту, отреческое мое впечатление. Володя таз фыркает, юморизировал отец. Наконец, даже в банке заметили совершенно исключительную честность уже седого дяди, получавшего гроши. Вдруг повысили, обеспечили. Тогда он обфырка в банк умчался учительствовать в Финляндию, где и умер. Когда появлялся он изредка, то мне он стоял катастрофу и авторитетов, потрепанный, задирающий ногу вверх, на наскоке отца он ответствовал ехиднейшими протыканиями китов науки и нашего брата. Что? Да, пустяки! А вид добродушный. Отец бывал таким носорогом кидается на него со спенсерами и мильнями, а маленькие седенькие дядя полуголодный какой-то морским коньком выюркнет и выюркнув еще уколет отца теми же мильнями и спенсерами и подразнив нас уедет надолго. И долго живет впечатление во мне, что среду нашу всю издырявил кратчайший Владимир Васильевич умница, умнее прочих, а не знаменитость непрочно живет и живя так совсем не горюет и даже доволен собой и судьбой. Другой брат отца Георгий Васильевич всю жизнь являлся к обеду к нам раз в две недели с портфелем своим из суда был присяжным поверенным он. Этот был в другом стиле высокий красивый страннейший со вкусом одетый и умный весьма но как дядя Володя чудак подфыркивающий очень злой с беспощадной насмешкой впрочем вполне бескорыстный и даже себе во вред опрокидыватель наших традиций мне он дядя питерский не нападал на него нападали тогда защищаясь он бил нас. Георгий Васильевич был нападателем даже присевшим в засаду присядет подкрадывается молчанием все выслушает даже с неким сочувствием точно выведывает и все выведа в тракторах скажет нечто такое что в обморок падай и после пойдет и пойдет на часы. С детства я знаю что Жоржик так дядю отец называл благосклонно введенный отцом и Шайкевичем в круг всей Москвы в круг профессорский где адвокатствовали Танеев и Муромцев вместе с Шайкевичем где князь Урусов блистал этот дядя введенный в тот круг как весьма образованный молодой адвокат очень умный и брат Николая Васильевича весьма скоро презло и приедко обфыркавший всех завел собственный круг незадачников странных весьма не блиставших нисколько являлся к нам противопоставить какого-нибудь им открытого очередного гения Урусову Муромцеву так он выбыл не став адвокатом блистательным и разумеется куши срывать с миллионеров как срывал после Кистяковский его свойственник посестре Тевари не мог пробиваясь кое-как своим жалованием как юрисконсульт при ком-то Наш круг разобиженный им от него отвернулся и дядя его с остроумьем безжалостно жалил всю жизнь полагаю для этого он и ходил к нам обедать чтобы тишайший откушавший суп за вторым блюдом фыркать за сладким же горькое жало вонзивший потом доводить до коления белого моего отца весьма сильно он действовал на меня и на маму во мне под влиянием многогодовых заходов к обеду он действовал вкрапливая анархический образ мысли я думаю им-то питало сознание мое объясняя свое подсознание мне становилось понятным все то что не нравилось лишь инстинктивно и я подбирал его лозунги иметь лоб и очки золотые не значит быть умницей легкое дело кирпич написать удивительно в профессора попадают тупицы профессорши лицемернейшей мещанки красавица мамина подруга чернова по первому мужу гомолей который гордился мама за блеск за светские связи оказывается старая цыганка и м я лесковская злой и зеленый одер вот что знал весьма твердо уже пятилетним от дяди бывало начнет с остроумной как будто бы добродушнейшей шуточки мама и папа покатываются со смеху бросая салфетки нет георгий васильевич вы человек невозможный нет жоржик ты знаешь ли слишком самим ты им весело а дядя жорж поощряемый смехом и собственной злостью в азарт и не шуточный вдруг затрясется салфетку сорвет от себя встанет пристроенный такой в серой паре сверкает как молнией очками вздернув красивую золотоватую бороду волосы светлые перейрошит и бьет что ни слова копье протыкающее добивающее вот у нас свирепелый глазами и носом орлином ух я покажу да я ух и скажу им в глаза доказать философски в те годы не мог ничего он потом уже он обложился серьезнейшим чтением мог показать только факты да ум свой озлобленный и он показывал несоответствие слов либеральных с поступками силой невероятной отец ужасавшийся слову его защищавший друзей даже он умолкал ненавидел Жорж пламенно и бескорыстно его ж не обидел никто Николай Ильич звал его гостеприимно Ермолова некогда на него обратила внимание и Самуил Соломон Шайкевич тянул в круги с Муромцевым от всего отказался он странно женился засев на девичьем поле и заводя отношения свои с Галаушевым с художником Орловым Толстовцем или с доктором Трифоновским гомеопатом менялись друзья их и не было жил одиноко и мрачно рождая детей и давая названия им экзотические вероятно что в пику Силантий Олег Вадим Ада а доходило дело до юмористических сцен отец умолкал уже не защищая и ох и он ужасался потом убегал в кабинетик являяся с календарем Суворина список найдя адвокатов московских читал по алфавиту Ааронов Абасов Аваков Агадиев Адов а в ответ раздавалось лишь жулик мошенник и вор а отец ставил крестик под именем список московских присяжных поверенных проредактированный Георгием Васильевичем превращался в каталог преступников ух да я им покажу вдруг отпылав он добрел с быстротой чрезвычайной и даже через десять минут из конфуза волны благодушия мог отменить приговоры свои объявив что увлекся наделал ошибок что у Ааронова есть свои добрые стороны и что Абасов прекрасен в одном отношении а Аваков в сущности не так уж плохо и сконфузившись тем что насытился критикой быта он схватывал быстро портфель и спад ерзом в переднюю шел уходил в быт квартиры своей очень мрачной в тот быт где года он как в клетке сидел и где трепетали пред злостью его иногда ж уходил разругавшись с отцом или с матерью и проходила неделя другая и третья нет Джорджа потом появлялся он как ни в чем не бывало мама любила выслушивать неспродержение кумиров клеймился второй математик мания ее отец плотный вполне невысокий подскакивал псом защищающим математику под золотую подбороду дяди ерша он такой худощавый высокий светлее кудрями и носом орлином своим точно внюхивался в Николая подскакивающего ты Николай не кричи криком ты не докажешь и хихикает весело цель его именно заставить подскакивать Николая увидевши что Николай мне себя дядя ерш гнев на милость сменив переводит предмет разговора он он техникой выведения себя владел в совершенстве я на себе испытал боль укусов умнейшего мрачно бунтующего но бесплодно вполне одинокого дяди во мне подымавшего с детства рубеж странный капитет же он бездну, в которую должны свалиться устои не только среды нашей, но и его среды, собственной его атмосферы. Позитивный либерализм и либеральный позитивизм разложил своей критикой он, а не знал, куда выметнуться ему со своей жизнью. И записал он порывистые, беспомощные зигзаги, диктуемые настроением данной минуты, то вправо, то влево. И выходило сегодня хоть бомбы бросай в негодяев правительственных. И выходило завтра поляки, армяшки, грузины и украинцы растаскивают Россию. Всегда отправлялся от данного собеседника. Коли сидит перед ним консерватор, он бомбы в него. Коли сидит украинец-племянник, поклонник Грушевского и Антоновича, он стоит за единство России, чтобы подквырнуть. Подвернись, арабажен ему, ничего не останется. Костя его называет и любит его, уложив в лоск, в глаза почти жуликам и бутербродным газетчикам выявить. Ух, да я Костя такого сказал, будет помнить. А попадется Володе. Володе ж за анархизм достается, вполне государственник. Раз встретив Фигнера, оперного певца, он напал на него за сестру. Вы срываете милости, а ваша сестра сидит в крепости. А увидевший меня, принимается так изъязвлять декадентов, что я разрываю отношения с ним на три года, уж после кончины отца. Нестерпимо, обидно он всаживает свою жалобу. Но злость не исход. И увлечение за увлечением точно запой. Вдруг все заработки улетают на покупание фарфоровых чашечек. Мнит себя знатоком старых фарфоров. Позднее обнаруживается, что он накупил себе битую дрянь. Раздаряется дрянь. И все комнаты завешиваются длинными картинами. И он с глаголем, с орловым себя мнит эстетом. И вновь раздаряется дрянь. Получаем и мы в дар ужаснейшие пейзажи. Зато куплено пять вьолончели. Георгий Васильевич, севший в пороге двух комнат, жене, детям, даже прислуги, дерет невозможнейшие уши. И жалуется жена. Врет, не слышит, а не позволяет дышать. Все должны, не дыша, его слушать. Позднее раздарены пять вьолончелей. И вместо них пять велосипедов. Садится сам, катится. Жену сажает, детей. Покатился весь дом. Докатался же он до того, что стал еле ходить, опираясь на палку. Раздарены велосипеды. Сев в кресло, три года сидел и читал. Перечел уйму книг. И себя осознал он философом. Но последовательность увлечения и изучения странна. Преодолев философию Канта, открыл Шопенгауэра, чтобы ему изменить с Соловьевым. Он, старый безбожник, что вынес он из Соловьева? Потом, превзойдя Тома Спенсера, к нам он явился. А Спенсере спорить с отцом. И привел с собой дядю Володю. Да тут оборвался. Володя и Николай, начетчики Спенсера, не упустили прекраснейшего случая новоявленного спенсерианца задрать пресвирепо, ему доказавши. Да знаешь ли, Жоржик, с налету, голубчик мой, не одолеешь ты Спенсера. Мы вот с Володей лет тридцать назад изучали годами его, а ты вздумал учить нас. За Спенсером дядя открыл только что начавшего печататься Иванова Разумника. И мне доказывал — все философии нуль после постановки вопроса о жизни у Иванова Разумника. Через него я и начал читать произведение человека, с которым позднее всей жизнью связался. Спасибо же дяде Ершу, что ткнул пальцем в хорошие книги. Ну а тут разругались мы. Я потерял его из виду. Слышал я о странном лишь появлении дяди в религиозно-философском обществе и о произнесении им какой-то низвергательной речи. В 1907 году читал лекцию. Вдруг увидел Ипсоновскую фигуру, входящую в зал седобородого взъерошенного старика с видом Ипсона или Шопенгауэра в черных огромных очках, но едва волочащего ноги и опирающегося на палку, и гордо прямого, прекрасно угрюмого. Я подумал, ведь это Бранд, Боркман или кто? Только Ипсоновский герой-анархист, поднимающий борьбу с жизнью. Да так ахнул. Дядя! Георгий Васильевич! Так он постарел, заострился за три года ссоры. Признаться, я уже виды видавшие немного сконфузился перед ним. Вот и жалит-то, но не изжалил. И даже ко мне притащился на третий этаж в одно из воскресений, застав декадентов Брюсова, Эллиса, Ликиардо Пулу, Теософа Эртеля, заливевшего Переплетчикова. Ну, подумал, будет уже перепалка. Георгий Васильевич, с Ипсоновским видом усевшись за чай, опершися о палку, склонил седины свои, слушая Брюсова, еще в те годы проповедовавшего мгновение, с величайшей серьезностью, ни слова. Но и без того огонька в глазах, который я изучил, и который всегда означал «тигр притаивается» перед прыжком. Нет, он слушал с сочувствием, пересидел всех гостей. И, оставшись со мной вдвоем, он склонил свою мрачно-красивую голову, молча, как бы соглашаяся с виденным, слышенным. Вдруг он затрясся, ударил палкою, и с отстойной горькую страстностью, полушепотом, пронзая взглядом, меня затряс рукою. «Ты, Боренька, разорвал радикально с прошлым, ушел от него, и ты тысячу раз прав. Но у тебя есть будущее, и эту иллюзию ты не сжег еще. А я, взорвав прошлое, взорвал и будущее, потому что есть только настоящее. И это настоящее я, вот это я, а не какое-то там преображенное». Выяснилось. Последние годы Георгий Васильевич обрел себя в Максе Штирнере, став убежденнейшим штырнерианцем, каким и был он в сущности всегда. И я понял, что Штирнер уже не очередное увлечение, а самая суть дяди Ерша. Но каково же было ему со Штирнером в груди перемогать бытики его обставшим? Он с молоду видел рубеж, и он мог только растрясывать славные наши традиции, однолинейного прогресса. Понятно, что он, будучи рубежом, во мне поднимал тему рубежа с детства, доказывая всей своей страдальческой жизнью, что его критика — не слова, а настоящие жизненные страдания. Понятно же, что зеленый одер Лесковская вызывала в нем отвращение, и что суду предпочитал он пять своих вьолончелей. Он был человек с перцем, острота которого была в его жизненной выношенности. Характеристику его я хочу окончить упоминанием об одном его разговоре с нынешним академиком Перецем, некогда мужем племянниц его. Об этом разговоре передавала мне двоюродная сестра в Киеве. Перец. — Не понимаю, чем откичаться Бугаевы. Гонор какой-то бугаевский, слышу я, а не могу понять, чем он мотивирован. Георгий Васильевич Бугаев, подфыркивая, — я вам объясню очень просто. Бугаевы с перцем. Говорят, профессор Перец на это с перцем обиделся, полагая, что и тут Г.В. выказал бугаевский гонор указанием на то, что перец без перца. И думается, все же Георгий Васильевич был прав. Бугаевы — люди с перцем. Характеристика двух дядей-чудаков это доказывает. Отец, сделавший ряд крупных математических открытий и высказавший ряд оригинальнейших философских мыслей, был человек не только с математико-философским перцем, но и с жизненным перцем. Что ж касается до меня, то если я еще и не доказал свое право на перец в 1902 году, сильно наперчив быту своим декадентством, то, думается, мне ныне это доказываю, всыпая в бочки медовых воспоминаний о добром старом прошлом, ложечку перцу. Академик Перец, усомнившийся в бугаевском перце, может быть, все-таки согласится с Георгием Васильевичем. Владимир Иванович Танеев Другой критик быта и нравов, живущий средь нас и являющийся заклеймить нас, Владимир Иванович Танеев, талантливый адвокат и личность весьма замечательная в своем времени. Он двояко противопоставлялся, как сумасброд, полусумасшедший позер, и как умница, смельчак и представитель недосягаемой ливизны в нашем круге. Поклонник Фурье, прекрасно начитанный в социологической литературе, знаток Сен-Симона и Луи Блана, лично переписывавшийся с Карлом Марксом, он для профессорской Москвы восьмидесятых годов опасен во всех отношениях. За общение и за опасные фразы Танеева могло влететь не Танееву, а, например, любому профессору, с ним тесно общающемуся, тем более, что этот, не боявшийся слов человек, организовал ежемесячные обеды в Эрмитаже и много лет рассылал приглашение сливкам нашего круга, и там, за обедом, высказывал с ног сшибательные сентенции о том, что надо не оставить камня на камне на нашем строе. Не сомневаюсь в искренности ужасно красных речей, потому что уверен в безусловной правдивости этого человека, но факт оставался фактом. Танеева не трогали, предоставляя свободу потрясать основы и в Эрмитаже, и в парке собственного имения, куда помещикам Танеевым посторонние люди не допускались. Стало быть, пропаганды в собственном смысле и не было. К Танеевским потрясениям полиция привыкла, зная, что красные ужасы котируются даже друзьями Танеева, как барское чудачество. Оставалось непонятным, как разрешались обеды в Эрмитаже. Высказывалось предположение, что шпиком они на руку, ибо выявляют реакцию Ковалевских, Ионюковых и Муромцевых на приглашение придать всю огню и мечу. Знали, сам Танеев меча не обнажит, и красного петуха не подпустит под собственную кровлю. Опасность разина. Пугачева не угрожала. Правда, одно время боялись Танеева в качестве председателя Совета присяжных поверенных. Но, как оказалось, более чем полиция, боялись Танеева присяжные поверенные, в скором времени забаллотировавшие его, после чего он, бросив адвокатуру, переехал в деревню и оказался самоарестованным в собственной усадьбе своей. В этом положении он был смешон. Повторяю, хочется подчеркивать его всяческую порядочность и признавать остроту им наводимой критики, но ведь он сам был объектом этой критики. Устраивалось характере фурьеристам Танеевым, барину Танееву, развивающему в усадьбе чисто самодержавную власть. Говорил же он воистину ужасные вещи для своего времени. Его идеалами были Робеспер и Пугачев. Он собрал ценную коллекцию изображений Пугачева, одно из них увеличив, повесил как икону у входа в свой собственный библиотечный зал и всякого вводимого в зал, это был ритуал, останавливал перед иконой, прочитывая лекцию. И после, отвешивая нижайший поклон, не то Пугачеву, не то собственным словам о нем припевал плачущим громким голосом, напоминающим голос Толстого. «Вот самый замечательный, умный, талантливый русский человек!» И еще нежно любил он Сан-Жуста. Его постоянную поговорку, как «так и все» Лисковской, было упоминание всем и каждому, как некое моменту море, «это будет тогда, когда мужики придут рубить головы нам». И, ужаснув либерала, порывающегося идти в народ, во фраке и в шапо-окляке, весьма довольный, он нюхал розу. По его мнению, давно пора рубить голову, туда и дорога нам. Это мнение его распространялось на весь круг друзей и знакомых. Удивительно, что у них головы на плечах. Еще сто лет тому назад следовало бы начать головорубку. И как жаль, что Робеспьер не дорубил. Все это произносило смрачно, сентиментальным вздохом. Его серые задумчивые глаза и сизо-красный, перепудренный, оттого синий нос, напоминающий помесь носа ворона и индюка, вперялись в какую-то ему одному видную точку. Пальцы руки судорожно сжимались, и, глядя на него в эту минуту, нельзя было сомневаться в том, что пальцы сжимают ему одному зримый топор. Которому он в следующую минуту ему одному ведомым способом снесет голову себе самому. Когда указывалось, что его жизнь не соответствует его социальным взглядам, он грустно вздыхал и тонким, плачущим голосом, не то насмехающимся, заявлял, «Что же я могу сделать?» «Сумасшедший!» раздавалось вокруг. «Чудак, прозер!» Он не был сумасшедшим, не позером только. Хотя позой застряла в превосходную степень его кровавые афоризмы, двуногий афоризм, ходячие противоречия, он сам осознал себя. «Как поживаете?» «Ах, пора меня к черту!» И тут же нервоучительно прибавлялось. «Когда я умру, напомните моим близким, чтобы поскорее убрали они с глаз долой падаль». Падаль, падаль труп Танеева. Он был убежденным материалистом, хотя я видел его скорее сенсуалистом, и он же до всякого эстетизма был первым московским эстетом своего времени. Так, еще в семидесятых годах, насчитывая у Пушкина лишь с десяток формально безукоризненных стихотворений, он провозгласил первым поэтом гонимого и непризнанного фета. Но, поклоняясь поэту, ненавидел припасняка. Когда фета признали и стали справлять его юбилей, то среди пены похвал речь Танеева фету прозвучала едким уколом. Он и сам писал стихи, антологические в духе фета. Сенсуалист, анархосоциалист, эстет, он был не просто безбожником, но и хулителем, проклинателем Бога, высказывая истины, от которых чуть ли не падали в обморок. В ответ на вопрос, как примеряет он в себе собственные социальные противоречия, он неизменно отвечал, что его ответ огромное социологическое исследование, которое он всю жизнь пишет, но которое будет обнародовано лишь после смерти его. Он умер. Не знаю, было ли написано вечное исследование, оно ему представлялось ценным, многие утверждали, что его и нет вовсе, и что ссылка на исследование — слова. Что было ценностью, так это его библиотека. Она была отрояко ценна. Социологический отдел был едва ли не наиболее богато представленным среди всех библиотек. Он, насколько я слышал, стал стержнем библиотеки Коммунистической Академии. Ценной была коллекция гравюр, посвященных французской Великой Революции. И, наконец, ценность представляла собрание редких, роскошных изданий. Как только где-нибудь выходило издание в нескольких экземплярах, Танеев не успокаивался, пока из Лондона, Парижа, Берлина, Вены не получал он своего экземпляра. Библиотека являла и богатую библиографию. Помнится, лукаво поглядывая на меня, он предлагал мне назвать любого автора, которого портрет и библиографический материал, о котором я желал бы иметь под руками сию минуту. Не может оказаться автора, портрета которого у меня бы не было, но называйте. Я назвал Сарпелодана, руководствуясь мыслью, Танеев и Сарпелодан, что общего. Походив от одной полки к другой и полистав какие-то книжечки, он подкатил лесенку в лес и скоро спустился с сирией томов Пелодана и с его портретом. Может быть, вы еще кого-нибудь хотите увидеть? Но я, убежденный во все портретности библиотеки, отказался экзаменовать В библиотеке, как в темном дне жизни, Владимира Ивановича в годах утонуло все прочее. Жажда рубить головы, деньги, имения, социализм, барство, собственная жизнь. Библиотека до основания разрушила бытие Танеева. И в последние годы полубольной, без гроша денег, то есть без возможности покупать книги, он являл собой какую-то мрачную помесь из Плюшкина и Иоанна Грозного. Заходя к нам в эпоху 1904-1906 годов во время наездов в Москву, он, уставившись в новую книгу, которой у него не было, начинал странно и жадно дрожать. Я что мог, предлагал ему. И он, обладатель ценных гравюр и баснословно дорогих изданий, с благодарностью брал у меня мне ненужное книжное дрянцо. В этом прибирании чего угодно, как угодно изданного, ему ненужного почти книжного хлама, я видел черты уже настоящей болезни. Да, книжная паутина оплела Танеевский меч для снесения иголов. И в сырости огромного, необитаемого здания, где расставилась библиотека, была гарантия, что красный петух не пожрет томы. Из огня и холодной сырости поднимался этот странный туман все более и более заволакивающий Танеева. Идеология Танеева — непроницаемый туман. В чем я убедился уже в 1910 году, когда провел месяц в его Демьянове. Гуляя в парке, заговорили мы о психологии и теории знаний. Я чувствовал, что происходит нечто странное. Я говорю и вкладываю в понятие теории знаний общий философский смысл, меняющийся в направлениях, но меняющийся вокруг, так сказать, исторического стержня самого образования, понятия. Гегель мог так понимать термин, а Кант иначе. Маркс опять-таки иначе, но нечто от термина оставалось в вариации понимания, а то, что разумел Танеев, было непроницаемо. Наконец, когда он сформулировал свое понимание, я быстро замолчал. И уж никогда с ним на философские темы ни слова, ибо он сформулировал просто глебатью. Надеюсь, что его социология была выкроена у него в голове не из этой материи. Да, ходил он в тумане. Из этого тумана он утверждал, все люди сошли с ума. Или он утверждал, все люди делятся на жрецов, убийц, хамов и рабов. Особенно утонченной была градация хамов. В ней, например, была подрубрика «Хам эстетический». К ней относились всякие художники и кисти, и слово, и проститутки. Последние года теорию срубления голов стало вытеснять теории уничтожения европейского материка монголами. В последний раз я виделся с чудаком летом 1917 года. Он расхаживал с Климентом Аркадьевичем Тимирязевым, жившим на даче у него в белом балахоне, с угрюмым видом Иоанна Грозного, замышляющего казнь всем, и с огромной палкой, напоминающей жезл Грозного. Постоянно вдвоем бродили в парке старики. Климент Аркадьевич прихрамывал последствия пролича, и из груди его вырывалось уже пламенное сочувствие делу Ленина. Танеев молчал, как могила по адресу Ленина, изредка вырывалось лишь по адресу Керенского. Чудовищная тупица! Временное правительство было для него собранием идиотов. В 1919 году, кажется, у него отобрали библиотеку. Если не ошибаюсь, умер он в 21 году в маленькой коморке в большой нищете. Книга выписывалась Танеевым отовсюду. Книжные магазины Готье, Ланг и Княбель работали для него. Все отцовское состояние, и весь личный заработок эта книга съедала. Чтобы обрамить картину из тысячи томов, понадобился огромный зал. Для зала понадобилось перестраивать старый, каменный, старинный домину, доставшийся вместе с купленным Демьяновым, Танеев, эстет, перестраивал этот дом, руководствуясь принципами высшей книжной эстетики, в ряде годин. Перестройка съедала все средства, и полугодиями дом стоял в разврошенном виде, средств не было. Наконец, через много лет дом был окончен, но уже семейство Танеевых не жило в доме, где некогда было так хорошо и просторно. Танеевы переехали в боковую дачу. Перестроить старый дом в новый было и труднее, и дороже, нежели если бы он разрушен был до самого основания. Если б его Танеев предал огню, он бы скорее отстроился. Годы шел раззор, и себя, и домашних, с ужасом рассказывалось, и женой, и детьми, как под дом подводится центральное отопление, взывающее к топке, съедающее сажень в день. Больше ни одной печки топить дом было невозможно. И Танеев, перебравшись в деревню, жил в новом доме не более двух с половиной месяцев в году, а прочие девять с половиной месяцев. Ютяз кое-как в двух комнатушечках. Зимой в библиотеке нельзя было даже работать в теплой одежде. Такой там стоял сырой холод. Этот холод не протеплялся до конца даже летами. Но в расстановке книг, полок, в выписке специальных приспособлений, в приготовлении гипсовых копий с античных статуей, в развеске портретов, проходили долгие месяцы, если не года. Были в библиотеке и прилавки, и какие-то выдвижные, полувыдвижные, и невыдвижные столики, пюпитры, откидные доски для работы, стоя, сидя, ходя, полулежа. Предполагалось, что обладатель будет здесь проводить двадцать четыре часа двенадцать месяцев, а не два с половиной месяца в году. Но к сентябрю уже Танеев уползал из своего сырого великолепия в бедную, ничем не обставленную нору. Библиотека-то и была огнем и мечом, которым Танеев истребил в себе для Плюшкина и фуериста, и сиборита. Сиборитством некогда была переполнена жизнь этого барина, которому со свирепой мрачностью он отдавался. С сына его рубили дрова, запрягали телеги, не вылезали из-под дёвок и смазных сапогов, работая, как настоящие мужики, с мозолистыми руками. Надо было работать, и хоть на чём-нибудь сэкономить. Ананасную, ферсиковую теплицу, грунтовый сарай для испанских вишен и прочие затеи надо же было содержать. Сдавали дачи и повышали ценность земли маленького именица с гигантским домом, с гигантским парком и царственными аллеями. Сиборитство Танеева омужичивало семью. Сыновья и дочери выглядели скромными ко всему привыкшими спартанцами. В одно время были притчами во языцах для всех мчатся телеги. На них с криком, с подсолнухами сидят рослые парни и девки в сарафанах. Из какой деревни спрашивали непосвященные? Что вы? Это Танеевы. Помнится мне о ребёнку маленький Танеевский особняк в Обуховом переулке. Долгое время в нём жили два брата, композитор Сергей Иванович и адвокат Владимир Иванович. Вынося за скобку общую чудачливость по-разному проявляемую, они были полную противоположностью друг другу. Худой, бледный, русый, мрачный, злопамятный Владимир Иванович и полный, розовый, почти чернобородый, незлобивый, рассеянный висельчак Сергей Иванович, ушедший в музыку, которую брат ненавидел, не мог выносить. Брату Сергею надо было играть на рояле, но от звуков роялей брату Владимиру делалось дурно, и Сергей Иванович завёл беззвучную рояль и на ней упражнялся в нужных ему, как пьянисту, нажимах пальцев. О композиторской и директорской деятельности Сергей Иванович одновременно был директором консерватории, Владимир Иванович был самого невысокого мнения, но учил брата, как надо дирижировать, то есть как не махать руками и не валять дурака, ибо нет ничего глупее ломающегося дирижёра, а они все ломаки. И Сергей Иванович с испугом дирижировал, пряча руки и помахивая палочкой себе под носом. Сергей Иванович сильно побаивался крутоватого его нещадившего брата, пока не перебрался от него в Гагаринский переулок, где и я у него позднее бывал, где он и умер. Крутоватый брат ходил по Москве и плачущим голосом утверждал «Нет никого глупее музыкантов». И эти заявления делались в лицо друзьям композитора, то есть Рубинштейном, Чайковским, Гржемале и прочим музыкальным корифеем. Однажды, когда у брата сидели эти корифеи, в комнату вошел Владимир Иванович, и, плача голосом, и кланяя с русой своей бородою и синим носом, попросил композиторов ответить ему на вопрос, который де его мучает, что есть музыка. Поднялся спор. Владимир Иванович предложил основательно вырешить этот вопрос и ему доложить, и вышел из комнаты. Спорили часы, и вот что-то вырешили. Послали за Владимир Ивановичем, он входит, ему докладывают, тогда он, так же плача и так же кланяясь носом, назидательно замечает, что определить сущность музыки сущая бессмысль с лица, ибо эта сущность неопределима. Весь опыт с корифеями лишняя демонстрация их идиотизма. Совершенно ясно, братцы должны были разъехаться, розник шла по всему фронту. Например, Сергей Иванович, друг дома Толстых, почитатель Льва Николаевича, Владимир Иванович питал к Толстому совершенно исключительную ненависть, имел с ним сходство в глазах и тембре голоса. Моя мать, поклонница Толстого, все распространялось об обаянии, которое разливает вокруг себя Лев Николаевич. Танеев гордился, что при общем круге знакомых ему удалось элиминировать встречу свою с этим неграмотным и тупым фарисеем, не раз желавшим завязать с ним знакомство. И однажды встретись с матерью, Танеев ей говорит, — «Ну вот, и я, наконец, увидел вашего Толстого. Быть не может. Где? В центральных банях», — задумчиво проплакал Танеев. «Ну и что же непроизвольно вырвалось у матери? Ах, как он безобразен!» Танеев был сторонник антической красоты и физкультуры. Безобразие толстовского тела было для него важным фактором, уличающим льва Толстого. Сам Танеев был весьма безобразен, напоминая не раздутого индейского петуха, а обтянутого индейского петуха. Перепудренный длинный нос его вывисал, как мягкая часть свисающего индюка с носа и формой, и цветом. Синевато-сизым от пудры в старости он стал вылитом грозным. Он был помешан на чистоте. Он уродливо перемывался, утрами выбегал в умывальную, где стоял ассортимент ведер всяких вод, от ледяной до кипятка, так или иначе расположенных. Не отдавшись двухчасовому перепромыванию и перепротиранию себя, он не мог сесть за рабочий стол. Тайну комплекса ведер, щеток и полотенец ведала нянюшка братцев Пелагея Васильевна, отдать которую брату он на этом основании не мог. Никто не одолел тайны приготовления умывального аппарата. В Пелагею Васильевне и заключало соединение жизней столь различных братьев, оба без нее жить не могли. Наконец Сергей Иванович похитил как прозерпину Пелагею Васильевну из царства Плутона. Это Владимир Иванович брату простить не мог, утверждая болшутливо, полуозлобленно. Сергей Иванович хитрец и плут. Понятно, после Пелагея Васильевна Таневш ни разу в жизни не домылся. Он мылся утонченно и кушал утонченно. Вытирая мокрую голову свою, он едва ли не сдирал себя кожу. Вообще жизнь его сплошное пикурейство. Помнится, как сквозь сон его московский кабинет до переселения библиотеки в деревню. Поражали в нем не столы, а книжные прилавки, на которые он, стоя за прилавком, разбрасывал свои гравюры и роскошные переплеты. И помнится, сидит его друг присяжный поверенный Минслов, отец позднее небезызвестный в Москве Теосовки, странно исчезнувший. Из кабинета вела едва ли не потайная дверь в дедовский винный погребок, откуда угодившему гостю приносились ценнейшие едва ли не столетние вина. Танеев лет двадцать выпивал погребок свой, и оттого, вероятно, его кончик носа сидел и синел. Угодившему посетителю предлагался стакан столетнего Мозельвейна, неугодившему дарилась книга. Не угодить в восьмидесяти процентах Танееву означало посадить невидную царапину или оставить пятнышко на показываемом роскошном издании, которое превращалось в опоганенный хлам, иронически даримый поганцу. Тайный подарок поганец не понимал и с удивлением принимался благодарить хозяина, над ним издевавшегося. Танеев был крайне честен. Однажды в бытность его адвокатом к нему явился известнейший миллионер, прося взяться за дело, которое и стал излагать. Танеев слушал с добродушным хладнокровием, дело изложено, Танеев молчит, молчит, озадаченный молчанием миллионер, и вдруг раздается короткое, отрывистое, негромкое, пошел вон скотина, и миллионер, схватив шапку, умолча исчезает. Таких эпизодов немало с ним было. Однажды, нуждаясь в деньгах, он отказался вести дело лишь потому, что клиент его назвал Голубчиком. Я слаги. Клиент перепуганный кланялся. Нет, нет, берите, я вам не голубчик. Выше среднего роста, скорее худой, с бледноватым, бессонным лицом, обрамленным узкую русую бородою, с мягчайшую шапкой русых волос, с лбом покатым, сбегающим в монументальный, весьма перепудренный нос сизо-синий, с опущенными серыми, пронизывающими мимолетом глазами, в лицо неглядящими, все подмечающими, вовсе не фронтоватый. От безукоризненности и стиля костюма он тихо входил, будто вкрадываясь. Делалось напряженно, неловко, от мысли, что от тысячи мелочей он способен прийти в ужас. При виде пылинки, при обонянии недостойного запаха, переутонченное обоняние, молчаливое явление его стесняло свободу. Не видывал я такого тирана, как он. Не случайно он в старости имитировал Грозного. Ради из Грозной в девятнадцатом веке, как знать, может быть, фурьеристом он стал бы, и Ради Станеев в шестнадцатом веке он стал бы, как Грозный. Его любимейший лозунг «Не стеснение свободы» был самым ужасным стеснением. «Не верили?» Слыша диалог Танеева с сыном Сергеем Рослым Малым, воспитанным по системе Жан-Жака Руссо, в поддевке, в смазных спагах, «Потрудись, Сереженька, друг мой, сходи ты туда-то, а ты сам пойди», отгрызался сын, и Танеев покорно плакал, «Слушаю, мой друг», и шел. Но никто не верил дерзению кратчайшего, трудолюбивейшего Сергея Владимировича. И никто не верил в кроткого Владимира Ивановича. Дачники испытывали нестеснение свобод настоящим рабством. Система декретов Танеева, передаваемых устно, определяла, что можно и чего нельзя в парке, на даче, нельзя трогать цветов, бросать окурки, от вида, которых он падал в обморок. Одной дачнице он предложил в три дня выехать после ее заявления, что в ее доме сыровато, не сыровато, а очень сыро. «Нет ж, пожалуйста, уезжайте, а то вы простудитесь». Его едва вымолили не гнать, так он карал за неосторожные выражения между нами, за правду. В другой раз он тоже отказал от дачи, вернув деньги. «За что вы гоните меня? Вы не так обошлись с вашей прислугой?» В данном случае действовал он из принципа справедливости, но его принцип всегда протыкал, как меч, удаляющий из угла. Грубый человек выпалит прямо в лицо. Кара Танеева настигает нежданно, как государственная необходимость. Одно время он запретил военным появление в парке и не сдавал им дачь на том основании, что они убийцы, носят саблю и всегда могут кого-нибудь зарубить. А он охраняет благополучие дачников, вернее, пасет их жезлом железным. Сам-то он верил, что не стесняет свободы. Видя, как дети его висят кверх ногами с вершины березы, мать раз воскликнула, ведь они оборвутся, что ж вы молчите? «Я и сам боюсь», — нюхал Розу он, «а что я могу сказать?» Но, стесняясь словесными запретами, он нагонял ужас жестами нестеснения свобод в семье. В доме его не вылезали из страхов, ибо он мстил жестом поступка. «Где же Владимир Иванович?» спросил Роз мать, на что один из сынов ответил. «Папе Елена не так штаны сложила, он уехал в Москву». А однажды, за столом рассмеявшись, он поднял глаза к потолку и увидел, над головой его качается паутинка. Молча он встал и исчез. Из Москвы, из Демьянова, жена сходила с ума, такая-то телеграмма, из-за границы, жив-здоров. Думаю, что дыба им устраиваемой семье превосходила дыбу Грозного и была утонченно проведена сквозь Жан-Жака Руссо и Фуея. Демонстрация Танеевым нестеснения свобод была пыткой для многих. Таков этот критик быта, но критик иных сторон бытика был он замечательный, и едкость его сарказмов с детства пронзила меня. Демьянова Демьянова под Клином, родное место. Здесь вырос я. Оно находилось в трех верстах от Клина при шоссе, пересекавшем почти Шахматово. От Демьянова до Шахматова по шоссе верст 17. Мы с Блоком в детстве проводили лето почти рядом, и можно сказать, район Шахматовский пересекал Демьяновский район. Так Блок знал, и кажется, бывал в Нагорном, где мы устраивали пикники, Нагорное посредине между Шахматовым и Демьяновым. Около Демьянова в семи верстах село Фроловское, где жевал Чайковский, изредка наведываясь к гостившему в Демьянове композитору Сергею Ивановичу, постоянно езжала в Демьянова старуха Новикова, и появлялось шумное и экстравагантное семейство Кувшинниковых, небезызвестных в Москве. Район Николаевской железной дороги скольки из детей рубежа, позднее встретившихся, проводили детство рядом, под Крюковым рос мой друг Сергей Соловьев, около Поваровки жевал другой поэт Петровский, около Подсолнечный Блок, около Клина я. Кто мог сказать, что в один из периодов пути этих людей остро скрестятся? Многие жевали в этом районе, около Химок профессор Захарин, около Шахматова, Менделеев и так далее. Демьянова родное место, место встречи с природой, впервые на всю жизнь проговорившей с лугами, лесами, цветами, ветрами, садами. Мы снимали дачу в Демьянове первые десять лет моей жизни, и природа, и культура парка располагали к Демьянову, и даже перевешивали неприятность несения Иго-Танеева, уж очень хороши там окрестности. Белоствольные рощи, медовые луга, очень уж прекрасно огромные пруды, подковой окаймлявшие два парка, старый и новый. В новом поражал рост гигантских столетних лип, ширина расчищенных аллей, пруд, окаймленный венком розовых кустов, великолепный луг перед Танеевским огромным домом. В старом парке, сбегающем к пруду озеру, в котором поймали осетра с кольцом до эпохи Годунова, все было хмуро, запущено и поднималась мшистая статуя. Я не пушкиновед, но, кажется, мы спокойным гершинзоном установили появление Пушкина в Демьянове проездом из Москвы в Петербург по признаку. Это был пруд, обсаженный розами. К парку примыкали старые кладбища и церковь. И, конечно, привидения традиционно бродила лунной ночью в аллеях, и его видели к ужасу няне, гувернанток и профессора льва Михайловича Лопатина, там же вовшу. Демьянова славилась до библиотеки и культуры и лесных посевов розами, оранжереями и монументальной крокетной аллеей, шире которой я не видывал. Отсюда раздавалось щелканье крокетных молотков и спор тогдашних крокетистов отца и семейства феоктистовых. Аллеи пересекал Танеев в своего рода Танеевке, род рубахи, толстовки. Решительно он встречался кое в чем с Львом Толстым, с ножницами и корзиной, он сам срезал розы и потом заносил той или иной дачнице, производя переполохи и быстрым оком ревизуя быт дачи. В Демьяново попадали главным образом знакомые Танеева. Шла очередь на дачи, их добивались как награды. Среди дачников, старого, давнишнего состава, мне помнится семейство Перфильевых, наших соседей, и помнится седой старик Перфильев Сергей Степанович, про которого говорили, что он прототип Стива Облонского. Очень помнится и брат его, бывший московский губернатор, одновремя близкий Борису Чичерину и семейству Толстых, даже, кажется, свойственник Толстого, кажется, Василий Степанович. И особенно помнятся две старушки Перфильевы, сестры, старые девы, одновремя возлюбившие меня. Центром был Танеевский дом, где в огромной старинной зале, странно расположенной ниже уровня первого этажа, стояла красная софьяновая мебель, и где по вечерам собиралось избранное общество выслушать приговор Танеева о рубке голов, и в который раз удивиться и ужаснуться. Смазные сапоги и ананасное мороженое язвила одна из дачниц, характеризуя стиль этого дома. Смазные сапоги дети Танеева, и весь круг молодежи сгруппированы вокруг них. Кто как приедет и захочет войти в контакт с этой молодежью, глядишь, красная рубаха, картуз, поддевка на одно плечо, непременные подсолнухи в кармане, красовались выражениями, «У меня что-то живот болит, ух!» Это говорила подвязанная платочком Танеева, а Владимир Иванович, нюхая розу с изощренным гостем, снисходительно посмеивался стиль Жан-Жака Руссо и посылал в теплицу за ананасом к чаю. Среднего, робкого человека, случайно попавшего сюда, били в хвост и в голову, били по его мещанству, недостаточно изощренному пиджаку стали его перед фактом ананасного мороженого или Григория Аветовича Джан-Шиева в красной рубахе. И потом, напугав изощрением культуры тут тебе и ананас, и автор эпохи великих реформ, и экстравагантная Кувшинникова, и Дейфурье, и Пугачев, и аристократка Новикова, напугав всем этим велик конюшни, где восемнадцатилетняя барышня Танеева в сарафане, ловко впрягая лошадь в телегу ногой, обутой чуть ли не в сапог, упираясь во глоблю крепкими мускулистыми руками, подтягивала веревкой шлею, и потом, вскочив в телегу с громчайшим но, размахивая веревкой, неслась в поле возить овес. После того, как случайно попавший бывал подкуземлен аристократическим фурьеризмом, его подкуземляли и тем, что заставляли его либо перепачкаться дегтем, либо доказать свое непригодное барство. Изощренное барство гуляло в аллее, хренюхо и розы, мечтал о Робис-Пьере, в то время как другая половина Демьянова с гиком, топотом мчалась с карьером, пугая всех «не Пугачев ли?». Утонченный мужик и мужиковатый утонченник пересекались в иных из Танеевских пугачевцев. Помнится характерная стильная картинка «Мы в купальне, я, шестилетний, купаюсь с дамами, мама, Лилиша Танеева, Сашенька, гувернантка, взрослые барышни, в отделении мужском купаются Джан Шиев и Танеев, двери отделений на реку открыты, голая семнадцати и восемнадцатилетняя барышня, выскочив на солнце, кричит Джан Шиеву «Смотрите, Григорий Аветович, как я кувыркаюсь!» и демонстрирует ему свой цирковой прыжок в воду. Джан Шиев благодушно напевает в ответ «Из-под лодки и рыбки это милого улыбки». Так было в 1884-м, 1890-м годах, в 1910-м, в 1913-м, в 1917-м я вновь посещал Демьянова. Все потускнело, яркости противоречили, шстерлись, но оставались, но по парку бродили иные люди, профессор Богоявленский, Климент Аркадьевич Тимирязев, женой и сыном Аркадьем Климентовичем, доставшие Грозным Танеев, но уже не красной рубахи, не ананасного мороженого. Помню ребенком явление летами, как издали Сергея Ивановича Танеева, брата, особенно помню примилого чернобородого горбуна в красной рубахе, являвшегося гостить автора эпохи великих реформ Джаншиева, приятеля дома Танеевского. Он меня поражал бородой, обжигавший лицо его точно углем, кровавого цвета рубахой и добродушными глазками. Он каламбурил и едко, и весело. Он возглавлял все веселые импровизации. Дети Танеева тащили его на козлы, с которых он, как с кафедры, простирает длинные влосатые руки, говорил речи лошадям, многоуважаемый конь и так далее. Помню его подвязанным маминым пестрым передником на горбу, с перевязанной головой, простиравшим руки над им изготовляемым шашлыком на пикнике. Иногда он, маленький, горбатый, удаленький, вставал на лавочку в парке произносить что-нибудь пренапыщенное, и сам же подчеркивал свое положение горбуна остроумно и весело. Так в фантазии моей, где под влиянием Андерсона и Грима копошились всякие карлики, великаны и горбуны, Григорий Оветович сложил миф о горбуне, которого я в детстве переживал уютно. Особенно едко подкалывал Джан Шиев в серьезном споре, от которого сперва долго отшучивался. Он не любил споров, являя полный контраст с отцом, который искал, как жемчужины едкого спорщика, хлебом не корми, только дай с таким спорщиком поспорить. В этом смысле ему, скучавшему летом в деревне, Джан Шиев казался кладом. Не то, думал Джан Шиев, боявшийся споров, и на этой почве происходили юмористические инциденты. Отец мой привозил в Демьянова свою дикую корнистую дубину, откуда такую достал, и расхаживал с нею по парку, уткнув нос в книгу по психологии. Левой рукой он неизменно подкидывал дубину. Откуда у вас, Николай Васильевич, дубина? А, это мой дурандал. Что? Дурандалс? Помните у Роланда, племянника Карла Великого, был меч? Дурандаль. Ну, так вот, а у меня дурандалс, и он подкидывал свою дубину. Вот он, бывало, часами кружит по аллеям, читая и подмахивая дурандалом, и вдруг мелькнет издали красная рубаха Джаншиева. Отец близорукий весьма узнавал издали его по росточку, увидит и со всех ног к Джаншиеву, этому приостроумному спорщику. А Джаншиев спорить не любит, он не спорит, а изящно пишет в воздухе вензеля своей колкой, словесную рапирую. Отец же в споре кричит и нападает с серьезнейшей артиллерии, безо всяких шуток. Учтя все это и видя издали летящего на него Бугаева, размахивающего дурандалом, он поворачивается быстро и в бегство винтя по дорожкам. Ничего этого не замечающий отец за ним, так они бегали друг за другом, высматривая друг друга и приседая в кусты. Танеевы, дачники и все мы знали эту охоту на Джаншиева и очень смеялись. Мчиться бывало маленький, перепуганный, двугорбый Григорий Оветович с быстротой, напоминающий антилопу, оглядываясь и приседая в кусты, но красная рубаха видна сквозь зелень, и мчится за ним отец, напоминая неповоротливого гиппопотама со съехавшим на бок котелком, он и летом носил котелок, размахивая дубиной весьма угрожающий, а платок свисает из бокового кармана. Чаще всего удавалось Джаншиеву скользнуть, но иногда он попадался, и тогда его прижимали к лавочке, к дереву, к боку дачи, обрушиваясь с кулаками, из-под которых он маленький, остренький, едкий, бывало наносил ужасные раны отцу, который свирепел, а потом улыбался с довольством, хорошо поговорили мы. Доказать ему, что охота на Джаншиеву предмет веселой забавы дачников не было никакой возможности, отец был в некоторых отношениях сама простота. Владимир Иванович Танеев нарочно шаржировал, рассказывая матери. Подхожу к окошку, смотрю через лук, и что же вижу? Среди кракетной аллеи прижатые к лавочке и сжавшийся в комочек Григорий Аветович, смятый Николаем Васильевичем, размахивающим одним дурандалом и книгой, тычет призадорно ему в грудь, пальцем как пикою и едко как колющий ежик подпрыгивает под ним. Видно, Николай Васильевич изранен, потому что после каждого подпрыга Джаншеева взмах дурандала становится все более и более угрожающим. Я, знаете, не мог отойти и простоял у окна, а сейчас нельзя было бросить Джаншееву в таком положении. Маленький, слабенький человечек, а ведь дурандал не шутка. Разумеет, Станеев хронизировал. Отец, кратчайшее существо, источал свирепости в воздушную атмосферу, гремел, а молнии не падало. Только смехом и каламбурами дачников оглашался Демьяновский парк. Опять накричались, зачем же наговорились? Джаншеев, милый, веселый образ лета в раннем детстве. Вместе с Демьяновым возникали мне веселые думы о маслятах, березниках, о несиной клубнике из деревни Акуловки и Григория Аветовича Джаншиви, которого заставляют влезать на высокие козлы английского шарабана. Останавливаюсь на Танееве и на Демьянове, ведь в Демьяновском парке я более всего наслушался проповеди о терроре и о том, что наш быт мещанский, тупой, надо отправить к черту. Я думал, коли Танеевы так боятся, так много говорят о нем и так его слушаются, он прав. И он не раз виделся мне летами, стоящим, занесенным мечом над всеми нами, что полиция, городовой, царь, даже Иван Иванович Иванюков перед Танеевым. Умница, барин, революционер, фурьерист. Слово фурьерист казалось особенно страшным. Образы французской революции и имена Робеспьер, Сан-Жуст, Камил де Молен картинно вставали в моем детском сознании в Демьянове. В московской квартире угрожал Абель, Интеграл и Логика Милля. В Демьянове же грозили меня оскальпировать младший сын Владимир Иванович Павлуша с товарищем Мишей и, во-вторых, угрожали Робеспьер и фурьерист. Но, постояв с воздетым мечом над нами, Танеев вдруг его опускал и гостеприимно приглашал дачников в персиковую оранжерею, где я туда взятый задыхался от жара, чтобы получить персиков. Одно время слонялся в аллеях и толстый янжул в наушниках, не угрожающий пресно бубукое издали, и Танеев, нюхая розу и точно в спилу янжулу утверждал «Все мещане и профессора, которые большей частью тупицы, есть несколько изящно умных людей, а прочие обрастают жиром и чудовищными половыми инстинктами». Я слушал жадно, смекая, «Ага, прав дядя Жорж о прописарах, дядя Жорж вышучивает Анеева, оговаривал всегда его ум и честность, еще смекал я, чудовищные половые инстинкты, должно быть что-нибудь вроде уродства кожи у жирных людей, ну там бородавки, сизые шишки какие-нибудь, вскакивающие на носу и под носом. Человек без среды Представление раннего детства о среде почему-то мне связано даже не с математиками, а со словесниками, юристами, литераторами. Общение отца с математиками, вероятно, общение по ремеслу, а общение с Ивонюковыми, Янжулами, Стороженками, Танеевым, общение в сфере культуры. И когда говорила «среда», мыслилось мне то, что я потому что соединял со словом «культура». И тут ошибка моя, культуры не было, а был быт. И отец в нем чувствовал себя одиноким, сказал бы я, если б это было не то слово. Он, может, лично и не подозревал о своем одиночестве, но он был как-то не так ввинчен в сложный механизм общественных отношений, весьма ценный и полезный гайка, но не в том месте ввинченный, и он мешал, и ему мешали. А отвинтить и ввинтить его надлежащим способом никто не мог, и он сам не мог, потому что проблема такого действия вовсе отсутствовала. И оттого он как-то косо влетал в среду, и косо из нее вылетал. При нелепо сложились сотречества товарищеские отношения с Остроженкой. Почему он и жил и дружил с Ковалевским в Париже нельзя было понять. Почему-то там он встречался с поэтом Ришпеном. Может быть, по линии позитивизма, но отец философски перерастал своих друзей. Основы механики были ему открыты с юности. Прилежное многолетнее изучение Бекона, Гоббса, Юма и Локко, и поверхностные фразы об английских амперистах. Многолетнее искание основ своего собственного научного мировоззрения и полное отсутствие самой этой проблемы у блестящих адвокатского типа говорунов. Воззрения отца были выношены, он осторожно и бережно вносил за поправкой поправку к тогда модным теориям прогресса и эволюции. Постепенно отец приходил к мысли обузости, статичности своих некогда товарищей, его подымавших на смех и не понимавших, чем, собственно, он волнуется. Ну, там поправка какая-то к Спенсеру, зачем же так волноваться? Отец подчеркивал, механизм механизмом, а гипертрофия, квантитотизма, у механицистов типичных есть даже не научный предрассудок, а не умение владеть методом и незнанием методологических границ, в результате которых многопутейность науки становится ее догматической однопутейностью. До сих пор полагали, что на каждый научный вопрос должен существовать только один определенный ответ, и не допускали случаев, когда могли быть несколько решений. Между тем, в аритмологии встречаются особые функции, их можно назвать функциями произвольных величин, они обладают свойством иметь бесчисленное множество значений для одного и того же значения независимого переменного. Эти функции встречаются в природе. Можно привести примеры, где имеют место их приложение. Известно, что по закону Вебера существует соотношение между ощущением и впечатлением, выражаемое логарифмическую функцией. Однако, при этом обнаруживается следующая особенность. Впечатление может иногда изменяться в известных пределах, тогда ощущение остается постоянным. Таким образом, ощущение есть прерывная функция впечатления. Обратно, впечатление, рассматриваемое как функция данного ощущения, есть произвольная величина, способная получить всякое значение в определенных пределах изменения. Согласно с этим законом, данному впечатлению всегда соответствует в данном индивидууме определенное ощущение, но данному ощущению может соответствовать много впечатлений. Николай Бугаев, математика и научно-философское мировоззрение, страницы 15-16. Отец постоянно подчеркивал значение механицизма там, где его невозможно оспаривать, и он с детства приучил меня относиться к механике и к общей физике с достаточным уважением. Во всех своих мировоззрительных фазах, когда дело касалось естествознания, я никогда не чувствовал необходимости пробавляться виталистическими, всегда легко в механике разложимыми аллегориями, но я сотрчество из разговоров отца вынес твердую уверенность в том, что объяснить явление в духе механицизма еще не значит объяснить разложенный в механику комплекс, как именно данный комплекс. То есть, переводя на язык спора современных механицистов с деборинцами, и отец, и я под его влиянием, строго отделяли сферу механицизма, как зависящего от математического анализа, от других математических дисциплин, анализ включающих, но анализом неисчерпываемых. Под деборинцами понимается группа советских философов во главе с дебориным, с 1929 года академик Академии наук СССР. В 1920 годы деборин выступал с критикой механистов, группой советских философов, обвинявшихся в механическом истолковании явлений природы и общества, в вульгарном эволюционизме и позитивизме, противопоставлявших практику абстрактному мышлению. Аксельрот, Варьяш, Соробьянов, Скворцов-Степанов, Тимирязев и другие. Взгляды механистов широко обсуждались в 1925-1929 годах на научных дискуссиях и в печати. На второй всесоюзной конференции марксистско-ленинских научно-исследовательских институтов апрель 1929 года взгляды механистов были признаны по докладу Деборина, носившему официально директивный характер, отходящими от марксистско-ленинской философии. Механицисты ставят знак равенства между n-ного рода движениями и движением внеположным, то есть движением в пространстве. Они неправомерно отрицают, например, роль материальных качеств. Поэтому они не в состоянии до конца осмыслить явление химического синтеза и дать подлинно конкретное направление ряду проблем внутри атомной механики. Сторонники Деборина подчеркивают им это. Отец в одном разрезе механицист, в другом разрезе ярко подчеркивал, что в философии механицизма взята правомерно на учет одна вторая математики и неправомерно исключен разгляд этой одной второй математики к другой ее одной второй. Анализа каритмологии, теории непрерывных функций к теории функций прерывных. В сфере прерывных функций он упорно и долго специально работал последние 15 лет как математик. Об аритмологическом миросозерцании Николая Васильевича Бугаева и его вкладе в теорию прерывных функций и чисел обстоятельно говорится в работе Некрасова Московская философско-математическая школа и ее основатели Некрасов Локтин Лопатин Минин Николай Васильевич Бугаев Тон Первый Поэтому-то его математические коррективы шли не от аллегории и аналогии а от одной части науки к другой части той же науки. Как математик он включал в теорию эволюции революционную роль скачка прерыва вероятности качества. Разумеется эти тонкие методологические примыслы и поправки к некогда ходячим популяризованным ползучи неопределенным ползучи благополучным истинам были неприемлемы для людей ползучего мировоззрения неприемлемы ибо непонятны. Непонятны ибо эти люди отстояли за три девять земель от философской диалектики вершин точной науки и теории познания. Именно московские гуманисты восьмидесятых годов, ехавшие на палочках заемного мировоззрения, стали чуждой отцу с той минуты, как он углубился в разбор самих основ этих мировоззрений, и как чистый математик, и как ищущий научной истины философ. Танеев мог, усмехаясь в розу, подчеркивать смешные стороны кипятящегося отца. Но кипятящийся отец имел вовсе не смешную сторону в том, что там, где другие спали, был пробужден. Этот пробуд и являл его в образе чудака, бегающего с фонарем под солнцем и ищущего истина философствующего. Углубляясь в отчеты о спорах сегодняшнего дня между деборинцами и механицистами, я точно возвращаюсь в атмосферу далеких годов, когда отец волновался именно этими вопросами. Он выдвигал качественную количественность против только количественности, проблему сведения методологических результатов и разгляд диалектики течения в комплексе, проблемы языков. Он выдвигал значение узловых точек, его не удовлетворял формализм классификционной системы наук, подменяющей каталогом проблемы и подлинной философии и подлинного развития любой из наук классификционной системы, могущей диалектически сместиться с положенного ей раз навсегда места. Он постоянно подчеркивал, анализ есть только первая ступень в развитии математических истин. Вот почему анализ развился ранее. Для развития же аритмологии не только нужны все средства анализа, но еще и целый ряд совершенно новых приемов исследования. В этом отношении аритмология есть настоящий арсенал математических методов. Бугаев, математика и научно-философское миросозерцание, страница восьмая. Но работая в этой сфере нам недоступной, отец искал и популярные формулы своему миру идей, вынашивая ее на основании своего математического нового опыта, новых приемов исследования, моделируемых на ряде поправок к философии Лебенца. Так он подошел к своей основной качественной количественности, которую назвал неразложимым целым, доказывая, что Лебенцева монада может соответствовать этому наглядному, упрощенному представлению, которое научно вскрываемо лишь в аритмологии. В монадологии Лебенца монада психически активная субстанция, воспринимающая и отражающая другие монады и весь мир. Монады, которым присуще бесконечное разнообразие по внутренним качествам и степени совершенства, находятся между собой в отношении предустановленной гармонии. Монадой своей отец хотел внести корректив к тогдашним спорам идеалистов и реалистов, ибо его монада нематериальна в духе Бюхнера и Молешота, а обладает диалектической реальностью, в сфере которой понятие дух вырывается у метафизиков, прочитываясь и раскрываясь иначе, имманентно, а не трансцендентно. Своё мировоззрение называл он эволюционной монадологией, постоянно оговаривая, первое, понятие монады, раскрываемое им не по лейвницу, второе, понятие эволюция берется им не в стиле Спенсера, которого он так хорошо изучил. Чем более он врастал в свой математический мир, тем с большим холодом и иронией отзывались на его кипение остановившиеся и ожиревшие витиеватыми фразами его вчерашние друзья. Веселовский, он врастал в чисто философские споры и оказался в кружке основателей тогдашнего психологического общества, куда ходил спорить и проповедовать монадологии. Отсюда его укрепившиеся знакомства с Лопатином, с Гротом, с Сергеем Трубецким, его удовлетворявшими лишь в одной грани исканий, он постоянно подчеркивал, они метафизики, а он нет. Считалось, что он дружит с Троицким. Дружбы не было, была традиция подчеркивать эрудицию Троицкого, подчеркивать им свое да-английскому эмпиризму в пику германскому идеализму. Троицкий, сидевший под башмаком бойкой жены, был, что называется, Рохли. Когда-то отец защитил его, поддержал его кандидатуру в профессора, доказывая, что кафедра философии для объективности должна быть представлена не только идеалистам Соловьевым, которого прочили в профессора, но и эмпирикам Троицким, но в Троицком он подчеркивал главным образом трудолюбие и знание источников. Корень дружбы некогда поддержка, оказанная Троицкому отцом. Помню редкие явления у нас Троицкого и впечатления от него не то седой ребенок, не то преждевременно впавший в детство седоузый муж. Удивляло явление Троицкого на именины в форменном фраке и со звездой. У нас было резко отрицательное отношение к звезде, как явлению нелепому, тягостному и дорогому. За звезду вычитали и жалования. Звезда Троицкого казалась мне неприличием, как незастегнутые штаны. Троицкий производил слабое впечатление, плакал смехом и расслабленно опускался в кресло, потом надолго исчезал. Но чем более ослабевал Матвей Михайлович, тем более вырастала в кругу профессор Жбойкая Мария Алексеевна Троицкая, дочь профессора Полунина, умная, но с душком цинизма. Она куролесила, вызывая восторги, но вместе с тем она вносила в почтенные квартиры шансонетку и снисходительное отношение к кафе кабарейному стилю. Матери было весело с ней, отец же помалкивал, стараясь воздержаться от своего суждения для ради Матвея Михайловича. В девяностых годах отец быстро удаляется от гуманистов, стал замыкаться все более в чисто математическую среду. И, кроме того, дела физико-математического факультета отнимали у него все больше времени. Одно время он сильно волновался тем, чтобы повалить классическую систему Толстого, и много успел в этом, оказавшись в инициативном кружке, подготовлявшем ряд докладов и материалов к совещанию при министерстве. Граф Дмитрий Толстой, будучи в 1866-1880 годах министром народного просвещения, насаждал классическую систему в гимназическом образовании и не допускал в него курсы естественных наук. В 1871 году был утвержден выработанный Толстым гимназический устав, дававший решительный перевес классицизму как основе общего научного образования и ставивший за слон точным и естествоведческим дисциплинам. Результаты этого совещания введения естествознания в круг гимназического преподавания и ограничения тирании древних языков. В 1900 году при министре народного просвещения Боголепове было предложено отодвинуть гимназическое изучение древних языков старшие классы. В мае июне 1901 года при новом министре Ванновском заседала специальная комиссия при Министерстве народного просвещения, обсуждавшая основные положения устройства общеобразовательной средней школы и запланировавшая введение естествоведения в курс четвертого седьмого классов. В этой работе отец помнится находился в живом контакте с теперешним академиком Алексеем Петровичем Павловым, Умовым и рядом других профессоров физико-математического факультета. Всегда резко отрицательно относился он к духу тогдашней академии наук, резко высказывался против нее и чуть не отказался принять телеграмму, извещавшую об избрании в члены корреспонденты. он был член чешской и еще какой-то другой заграничной академии наук и не был как Менделеев русским академиком. Более того, он гордился, что он не академик. Николай Васильевич Бугаев был членом корреспондентом Петербургской академии наук по разряду математических наук физико-математического отделения с 13 декабря 1897 года почетным членом Юрьевского и Казанского университетов Харьковского и Казанского математических обществ общества любителей естествознания Московского общества испытателей природы действительным членом чешского королевского общества в Праге. Одно время не было ни одного русского университета, в котором бы не профессорствовали ученики отца, и влияние его в математических сферах было очень велико. Этим влиянием и гордился он, а избранием в академию нисколько. Поэтому избрание в члены корреспондента его оскорбило ужасно, запоздалое и никчемное избрание. Он объяснил сдержанность академии в отношении к себе ролью сфер в академии. Сферы покашивались на отца в той же мере, какой иронизировали либеральные гуманисты. Ни здесь, ни там. Он действовал всегда индивидуально за свой страх и риск. И когда его выдвигали в университете к ректорству, он стушевывался, он был декан факультета. Деканство свое считал пределом расширения своих педагогических функций. Урегулировать отношения профессоров друг к другу, не давать в обиду того, загрызаемого этим, налаживать отношения профессора к студентам, присутствовать на магистрских экзаменах, здесь он был в своей сфере. И эту сферу свою он любил. И его любили. Он ходил постоянно обросший думами, открытиями, факультетскими делами и факультетскими профессорами. Личной жизни у него не было никакой, начиная с комнаты. Не комната, а комнатушка. И когда мать говорила, что у всякого профессора есть приличный кабинет, а у него нечто вполне недопустимое для профессора, он досад его махал руками и спасался бегством в свою комнатушечку, в диогенову бочку свою, где у него даже не было дивана, а постелька, заставленная математическими шкафами. Лежа в этом зашкафнике, он вычислял все свободные от дел минуты. Уже пятилетним я удивлялся ему. Критику нашего быта я не переносил на него. Он быта не критиковал. Он давно отказался от какого бы то ни было быта, кроме быта идей и цифр. Хороши были мои дяди и Танеев в словесной критике, но лучше их был отец с его отказом от всего личного, проведенным до конца и причем безо всякой позы. Я, пятилетний, смотрел на него в иные минуты почти суеверным почтением. Продолжение следует... Продолжение следует...